Здравствуйте, уважаемые господа и дамы, потому что когда-то я начал говорить здравствуйте, уважаемые господа, и начали сразу же писать, а как же дамы? Так вот, здравствуйте, уважаемые господа, леди и джентльмены, а также трудящиеся и колхозницы, и все остальные, кого я не перечислил, тоже здравствуйте. Итак, начинаем, постоянно кто-то придирается по поводу того, как я начинаю на свои вебинары, когда-то говорил, зайчики не понравилось, начали писать, смотри, Мазай нашелся, пишет, зайчики, какие мы тебе зайчики. Я всегда говорю такие слова, не стоит забывать о том, что эти вебинары, которые проводятся, они бесплатные и они не монетизируются, то есть зачем я их провожу, нужно задать себе вопрос, то есть какой целью я провожу эти вебинары, зарабатываю ли я на этих вебинарах деньги, а ведь сейчас работает персонал, который настроил, настроил видеокамеру, также это все находится в студии, в центре города Киева, сейчас софиты включены, свет, скажите, это может стоить какое-то количество денег, может, тогда зачем такой вот сволочь, негодяй, как я, аферист, проводит вот такие вебинары и издевается над людьми, чтобы запудрить их, вы не на то смотрите, смотрите на власть, вот там вы сможете увидеть, как профессионально запудривают, а я обыкновенный маленький человек, просто мне хотелось бы, чтобы в жизни было побольше людей, которые начнут жить, ну приблизительно, как я, чувствуя свое счастье, живя без лени. Недавно я провел, записал видеосеминар, который назывался «Милость и нежность», вы, наверное, его видели, это маленький такой отрывок и, естественно, как всегда, попал в просаг. Дело в том, что каждый человек имеет определенный уровень восприятия. Этот уровень обусловлен той информацией, которая до этого была получена человеком. Так, в случае, если человек не готов, вернее, человек имеет определенную информацию, он может одну и ту же информацию получать по-разному и воспринимать ее совершенно по-разному. Таким образом и произошло. То есть, в тот момент, когда я начал говорить о том, что человек должен проявлять нежность, и тогда он получит «Божью милость», люди начали писать. «Моя мама была ко мне нежной, при этом она была нежной на работе с людьми, но она никогда не имела денег, и там все в жизни было плохо». Скажите, человек правильно понял ту информацию, которую я дал, или нет? Давайте сегодня я более детально объясню о той информации, которую я дал на вот таком мини-видео. Это концепция, которая называется «Милость и нежность». Также я вам сегодня расскажу, если вам интересно, конечно. Также я вам хочу объяснить, почему у человека не появляется желание и стимула что-то делать, с чем это связано, какие философские или эмоциональные, человеческие, божественные предпосылки того, что человек ничего не хочет, и почему у человека не получается зарабатывать деньги, быть счастливым. Скажите, эта информация интересная будет? Ура, тогда начнем. Итак, все-таки начну с позиции милости. Вот смотрите, мне нравится девушка. Допустим, девушка, я ее не знаю. Скажите, если я скажу «Корова, привет, как дела?» Скажите, она хорошо будет ко мне относиться? Или скажу «Что ты, лошадь, здесь идешь?» Она будет хорошо ко мне относиться? Она, наверное, меня пошлет, можно так сказать? То есть, если я на улице буду говорить «Ты какашка», «Какашка», как говорит моя Аня, то, наверное, в большинстве своем девушка не будет на меня обращать никакого внимания. Конечно, это очень условно, это все шуточно выглядит. Как же мне необходимо подойти к такой девушке для того, чтобы она начала ко мне хорошо относиться? Какое качество должно быть у меня уникальным, чтобы эта девушка захотела со мной общаться? Можно ли это качество назвать нежностью? Ну, конечно. А скажите, если мужчина подойдет с нежностью к женщине и скажет «Вы очень красивая женщина, я хочу вам подарить вот этот цветок, вы мне очень нравитесь, у вас красивые волосы». И почувствует ли она вот такую нежность от такого мужчины? Давайте я отвечу сразу «Конечно же да». А в случае, если это хамство и грубость, вы можете его ощутить? Ну, конечно же да. Тогда смотрите, если мужчина проявляет свою нежность по отношению к женщине, то тогда что он от нее получит? Давайте я отвечу условно, философским словом «милость». То есть, таким образом, эта женщина захочет проявить к нему милость. То есть, она, скорее всего, согласится ему дать телефон. Или, скорее всего, начнет отвечать взаимностью. Вы согласны с тем, что я говорю? Вот смотрите, как разрушает человечество отсутствие нежности. Что такое нежность, вы, наверное, знаете уже. Но дело в том, что русский язык недостаточно компетентен для того, чтобы объяснить вот это качество. Что это такое? Нежность, наверное, антипод грубости. То есть, в случае, если мы говорим о нежности философской, то мы говорим об антиподе некому качеству грубости. Таким образом, вот смотрите, как устроено формирование в жизни денег. Допустим, человек не обращается с деньгами нежно, он их швыряет, он ругается, когда думает о деньгах, он начинает скандалить. То есть, как он относится к этой энергии? Грубо. Тогда будет ли он получать милость от этой энергии? Не будет. Согласны? Если вы дома относитесь к людям, не проявляя свою нежность, то тогда получите ли вы взамен милость? Нет, не получите. А если вы проявляете милость, то тогда вы получите взамен что? Нежность. Вы представляете, такая вот основа нашей жизни. Таким образом, если человек, что такое проявить нежность? Когда я произношу эти слова, я говорю о неком чувстве таком, которое возникает в середине вашей груди, в тот момент, когда у вас родился ребенок. То есть, вы на него смотрите, он маленький, вам его хочется защитить, он нежное существо. Вы в этот момент хотите этого, вы готовы для этого ребенка все сделать. То есть, воспитывать, держать на руках, накормить, перепеленать. Таким образом, я говорю о чувстве, которое человек должен проявлять в вселенском масштабе. Я не говорю о чувстве нежности, когда человек будет ходить по улицу и мысленно гладить других женщин или мужчин руками. Это не является нежностью. Я говорю о чувствах или качествах, которые проявляются исключительно в виде сердечных флюидов, которые человек может выделять. Сердечные флюиды. Иногда вы эти сердечные, вот эти сердечные флюиды, они и называются магией. Так человек начинает ощущать сердечные флюиды, когда он живет с кем-то под одной крышей. То есть, человек начинает ощущать либо грубость, либо нежность. Согласна с этим? А тогда, если человек проявляет грубость, то он получит милость или противомилость. То есть, не милость, а отторжение. То есть, не пускание в свою жизнь. Можно так сказать? Можно. Тогда скажите, кто виноват в том, что Бог не милует человека, в том, что Бог ничего не дает человеку? Кто виноват? Наша внутренняя душевная грубость. Люди внутренне душевно больны. Не говорю за всех, потому что те люди, которые говорят все люди, уже говорят неправду. Почему? Так как говорить за всех людей очень сложно. Для этого необходимо провести маркетинговые исследования. Но я говорю как философ, просто рассматривая вопросы обширного социума людей, которые живут, допустим, на территории постсоветского пространства. Таким образом, человек не проявляет флюиды радости, не проявляет флюиды нежности. И после этого не проявляет этих флюидов, а является антиподом. То есть, он начинает проявлять грубость, он начинает проявлять ненависть. Вы согласны с этим? Он проявляет состояние агрессии. Тогда о какой милости может идти речь? Человек проявляет свою... Я все время говорю, путь или выход из глубокой засады или глубокой ямы начинается с того, что человек должен что делать? Он должен прекращать ругаться, критиковать кого-то, воспитывать. По-другому что он начинает проявлять? Он проявляет нежность, друзья мои. Он проявляет некое духовное состояние, которое называется толерантность, нежность, принятие. И это одно из слов, которые человеку необходимы во время его духовного роста. Вы представляете? Без этого бессмысленно двигаться дальше. Это совершенно-совершенно однозначная концепция. Если в один момент все люди, живущие на своей планете, на нашей планете Земля, начнут относиться нежно к тем людям, которые находятся с ними под одной крышей, эта жизнь станет замечательной. Понимаете? Она станет мгновенно замечательной. Где пропадет ругательство, где пропадет критика бесконечная, где пропадет даже усталость, вы представляете? В итоге никого не придется воспитывать. Почему? Потому что божественная милость, она будет распространяться исключительно к нежным людям. Таким образом, если человек проявляет нежность, глядя на природу, то эта природа будет всегда попадаться у него в глазах. Если человек проявляет нежность, видя дождь, то дождь всегда будет в его жизни. Если он проявляет нежность, когда смотрит на деньги или думает о деньгах, в его жизни всегда будут деньги. Если он проявляет свою чувственную, душевную нежность по отношению к своим детям, то эти дети всегда будут рядом, и они всегда будут помогать. Но как это все меняется? Ну, наверное, стоит все рассмотреть с позиции антиподов этих слов. То есть, когда человек проявляет грубость, он видит борьбу. Когда человек проявляет ненависть, он видит борьбу. Ну, вот, собственно говоря. Вы представляете? Так оно во всем. Получается, люди, которые ненавидят свою власть, проявляют к нему что? Антипод нежности. То есть они проявляют грубость. В ответ, могут ли они получить милость? То есть их требования люди, они говорят, господин, великий царь, прояви к нам милость. А мы будем по отношению к тебе грубы. Тогда может ли он это проявить? Закон один и тот же. Он существует и его изменить невозможно. Он и к собачке вы проявляете грубость, она не проявляет к вам милость. Начните собаку гладить, кормить, начните заботиться и она будет проявлять к вам милость. Конечно, котик будет массажировать животик, а собака лежать у вас в ногах. Вы согласны с этим? Так жизнь устроена. Начни ругать цветочек, даже цветок завянет. Вы представляете? А ведь большинство людей как-то ориентируется, не зная, что вот это за черные силы. Ну, знаю на самом деле, просто сейчас не тема этого разговора. Но вот эти темные силы, они заставляют человека быть грубым, относиться ненавистно к жизни своей. Я ненавижу свою жизнь, говорят. Я ненавижу тех людей, кто рядом находится. Я ненавижу то, где я живу. Я обычно говорю такие слова. Ну, если ненавидишь, если тебе не нравится, ну, покрась, побели, поменяй мебель. Сломай старую, поставь новую. У меня когда-то не было денег, я жил в квартире, и у меня была мебель, и мебель невозможно было поменять, так как не было денег. После этого я попросил одного товарища, говорю, ты умеешь перешивать? Он говорит, да, я могу тебе показать. И показал, как перешить эту мебель. Я купил полотно и обшил эту всю мебель там своими руками. И после этого она была красивой, мне это радовало. Ну, что мне мешало это все сделать? Побелил потолок, сделал обои. Это было когда-то очень давно в общежитии, и все ко мне приходили. Почему? Потому что это была единственная там комната в общежитии, где приятно было находиться всем остальным. Таким образом, а мне говорили, зачем ты это делаешь? Ты же уедешь. Ну, я уеду через три года, а три года мне придется где-то жить. Ну, так я лучше три года буду жить в радости, глядя на красоту, которая вокруг меня находится. Проявляя нежность. Кого мы не любим? Мы не любим грубиянов. Вы представляете, кого вы не любите? Их наказывать не стоит. Почему? Подумайте сами. Как их жизнь наказывает, вы, наверное, теперь четко понимаете. Скажите, это вам было полезно? Конечно. Да. Вы представляете, найдите в себе возможность проявлять свою нежность по отношению к Богу. Таким образом, Бог будет милостив по отношению к человеку. Вы представляете, конечно, когда человек говорит, я выпрошу, не выпросите. Почему? Великое, большое существо, которое создает миры, ему человеческое существо безразлично. Почему? Оно жадное, оно вредное, оно злобное, оно критикует всех подряд. Зачем ему давать милость? Зачем, чтобы этому человеку везло? Зачем? Если он злобный. Почему этому человеку должно везти, если он вредный, злобный, никого не любит? Не любит себя, не любит вокруг него все, что находится. А это же основа нашей эзотерики. Вы представляете? Конечно же, почему человек, почему у человека, что такое лень? Почему она возникает? Что такое зависть? Можно ли с ней справиться? Зачем человеку эти качества? Зачем Бог создал эти качества для человека? Объяснение выглядит так. В нашей жизни должны быть качества, которые должны стимулировать человеческое существо к стремлению жить. Одно из этих врожденных качеств, которые устроены или которые запрограммированы на уровне подсознания, в которое я не верю, кстати, которое запрограммировано, скажем так, в сознании, и которое это качество человек не формирует, это качество животное, которое передалось из животного царства человеку, которое является тоже элементом отчасти животного мира тоже. Это качество заботы о своем потомстве. То есть, если бы этого качества не было, то у людей бы не появлялось потомство, у людей не включались бы рефлексы накормить, чувствовать радость, желание иметь детей. Вы согласны с этим? Таким образом, можно условно сказать, что в тот момент, когда человек жадничает, или в тот момент, когда человек хочет зарабатывать больше, или в тот момент, когда человек чего-то хочет, у него работает врожденное качество заботы о своем потомстве, даже если его не будет. О человеческом роде, потому что мы все в одном животном мире находимся. Таким образом, можно условно сказать, а если у человека лень, и он ничего не хочет делать, то что ему можно подсказать? Я могу вам дать один секрет. Вы представляете, если вы будете любить детей, я говорю это как маг и как эзотерик, достаточно начать ежедневно любить детей, для того, чтобы у вас появились силы жить дальше. Достаточно каждый день медитировать на том, что вы любите своих, чужих, на картинках, на видео, где угодно, и вы начнете чувствовать, как у вас появятся силы. Попробуйте, это уникальный опыт. Я вам говорю, если у человека не получается ничего делать, допустим, мужчина ленивый, лежит, ничего не хочет делать, включайте видео, которое может как-то там мелькать, где будет большое количество детей. У вас нет сил, у вас опустились руки, вы не знаете, что делать, идите в детский сад. Садитесь посреди детского сада, играйте с детьми. Если вы будете играться с детьми, у вас появятся силы. Вы просто не понимаете. Это первопричинные системные установки, которые есть в человеке. Эти системные установки, они самые мощные. Они включают у человека бесконечный потенциал внутренней энергии, который человек не знает, как включить. Я недавно смотрел там гуру какого-то там, который есть в интернете. И он говорит, избавиться от лени нужно только, никак невозможно избавиться от лени. Человек может, если у человека сместилась программа, и он не хочет детей, не любит детей, у него концептуал этот разрушен, он ляжет и будет лежать. И после этого его хоть ногами толкайте, он ничего не захочет делать. Все, жизнь закончена. Но если бабушке престарелой привезти ребенка, которого она будет обожать, при этом будет о нем думать, у нее появятся силы, она начнет работать, у нее появятся желания. Одна из концепций моей эзотерической мудрости заключается, и сил, наверное, и энергии, которые у меня есть, заключается в том, что я невероятно обожаю детей. Я невероятно обожаю детей, и невероятно обожаю взрослых тоже. Почему? Потому что я к взрослым отношусь отчасти тоже, как к детям. Потому что в моем понимании человек вырастает, а его душа, она все равно остается молодой. Это создает для меня внутренние силы, которые помогают в дальнейшем без задумчивости получать огромный потенциал энергии. Почему я не устаю, когда люди приходят и мелят, сидя на стуле, полную чепуху? Так как я отношусь к этим людям с позиции нежности. Вы представляете, почему у меня есть силы это делать? Потому что я отношусь к этому человеку, как к маленькому ребенку, и я в своей жизни люблю детей, смотрю на детей, играю с детьми, нянчу с детьми и так далее. Это потенциал. Это и есть потенциал. Но в тот момент, когда вы начинаете, вы знаете доказательства этого всего. Зайдите в христианскую церковь. Что вы видите на иконах? Вы видите деву с ребенком на руках. А скажите, много ли икон там, где есть изображение детей? Давайте я вам скажу, много. Ангелы на иконах, они в виде детей. Согласны с этим? А давно ли используется образ ребенка вообще в иконописи, а также в религиозных направлениях? Повсеместно. Это было в Греческой империи, в Римской империи. Это был культ ребенка, культ ребенка-ангела, культ ребенка-бога. Это всегда было, вы представляете. Для чего? Для того, чтобы включить у человека любовь к ребенку. Для чего? Для того, чтобы убрать лень. Обожание детей-убирание лени. Скажите, вы об этом когда-нибудь задумывались? Вот вы представляете. Это называется настоящая магия. А естественно, уникальность таких людей, как я, ну, наверное, уникальность такого человека, как я, и заключается в том, что я это вижу повсеместно, и для меня это является концептуалом. То есть для меня это является правильным моим восприятием в жизни. Я стараюсь с этим поделиться. А ведь очень удобно, допустим, мужчина не работает, ничего не хочет. После этого включить ему на телевизоре, чтобы медленно шли какие-нибудь отрывочки, там, где дети. Так, чтобы на подсознание это действовало. Вы увидите, он со следующего дня начнет шевелиться. Очень рабочая система. Я могу сказать вам, на 100% проверено. Я даже, у меня очень, там, не очень сильно хотел работать ребенок, сын вот старший. Я говорю, ты должен приехать и с нами пожить. После этого я попросил нянек, чтобы они давали возможность играться с этими детьми. И после этого, когда он начал играться, говорит, у меня появились идеи, я хочу работать. Я говорю, конечно, я знаю, что я с тобой делаю. Почему? Это ему кажется, что он живет. А мне кажется, что это все магия. Вы представляете? В чем заключается оккультизм религиозный? В чем заключается вообще суть эзотерики? Видите, она заключается в том, что одни это знают, а другие нет. Это и называется вот этими тайнами, о которых никто никогда не расскажет и никто не поделится. Но ведь я это бесплатно выкладываю, представляете, для всех людей. Просто могу сказать, что никто смотреть не будет. Кто-то написал, Андрей Андреевич, я не знаю, как справиться мне с гневом. Я не знаю, как мне справиться со своими страхами. Пожалуйста, дорогие друзья, справиться с гневом и страхами очень легко. Что нужно сделать? На секунду помешайтесь. Вот так сделайте. То есть, смотрите, он меня бесит, он чавкает. После этого, ну, так, 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 так. Или можете делать так, ну, ага, ага, ага. Почему? Помешайтесь на время, станьте на секунду сумасшедшей. Таким образом, если вы будете делать так, то тогда вас все перестает гневить, бесить и так далее. Почему? Любая серьезность заставляет человека быть несчастным человеком. Вообще, я хочу несколько слов сказать о серьезности. Вы представляете, серьезность для ваших близких является ударом. Не будьте с близкими серьезными. Это их обижает. Я говорю это серьезно. Видите? Не будьте с близкими серьезными. Это их очень обижает. Не нужна серьезность в домашних отношениях. Опять-таки, ну, как бы не широкость нашего русского языка. Она опять-таки ставит мне определенные подножки. И тут же, наверное, появляются люди, которые захотят написать. Как это быть несерьезным? Нам там нужно серьезно. Нет. В отношениях. Я не говорю о принятии каких-то задач. То есть, если у вас есть принятие задачи, вы должны принять задачи. Будьте серьезными. А в случае, если у вас есть отношения, и вам хочется быть очень серьезными, строгими, с близкими, не делайте так. Строгость и серьезность обижают тех людей, которые рядом с вами находятся. Почему? Так как все в семье одинаковы, а тот, кто более строгий и серьезный, он берет на себя ответственность и говорит, я управляю всеми событиями, нарушая общий баланс семьи, где все равны. Согласны с этим? Таким образом, если все равны, тогда какое-то имеешь право всех строить и быть таким серьезным. Правильно это или неправильно? Не обижайте близких. Дело в том, что близкие очень обижаются в тот момент, когда они очень серьезны. Дело в том, что близкие ожидают от нас совершенно иного. Они ожидают нежности. Они ожидают веселого, чуть-чуть сумасшедшего человека рядом. Они ждут поддержки. Это то, в чем нуждаются близкие люди. Почему-то мир так устроен, что семья, когда образовывается, она получает некий такой импульс извращенного восприятия, где каждый начинает друг друга использовать, при этом понимания того, что же необходимо делать, отсутствует. Так вот, путь идеальной семьи, он как раз и заключается в том, что с близкими весело. С близкими есть на кого опереться. Близкие поддерживают. Близкие не злятся. Близкие нежны. Согласны с этим? А как обычно происходит разрушение семьи? Ты подлюка, чтоб ты сдох, я тебя ненавижу, зачем я с тобой... Вот, на, жри, скотина, работать не хочешь и так далее. То есть, вот такие ситуации, они создают нежность все-таки или создают грубость. Тогда что происходит? В случае, если грубость проявляется многократно, то милости не жди. Тогда что происходит? Происходит разрывание. Одна из самых значительных, усугубляющих жизнь человека ошибок заключается в том, что человеку свойственно быть грубым. Откуда эта грубость берется? Очень часто эта грубость берется из-за того, что есть темные силы и светлые силы, которые влияют на человека, сдвигая его в ту сторону, которую он должен принять. Грубым силам необходимо, чтобы человек никогда не получал милость божественную. А для того, чтобы человек получал милость божественную, человек должен быть нежным к Богу. А как оттолкнуть человека от Бога? Сделай его грубияном. Сделай его нытиком, грубияном, сволочью. Сделай его там вредным, гадким, ненавидящим. Можно ли сказать, что в этом и проявляются вот такие вот божественные игры добра и зла? Ну вот так оно все и проявляется, вы представляете? В этом и особенность. Конечно же, хочется сказать, Андрей Андреевич, так вы мне все-таки сможете занять тысячу долларов, потому что мне нужно срочно отдавать деньги и так далее. Хочу на этот вопрос сказать такие слова. Мне безумно жаль, что вы тот человек, который по каким-то принципам попал в трудную ситуацию, вам необходима материальная помощь. Но почему вы не задавали мне как своему учителю этот вопрос в тот момент, когда вы эти деньги брали? Я понимаю, если бы вы эти деньги брали и сказали бы мне, Андрей Андреевич, можно ли мне эти деньги взять? И я бы вам сказал, да, конечно, можете брать. У вас бы ничего не получилось, и вы бы после этого сказали, Андрей Андреевич, как отдать? Я бы с удовольствием вам бы одолжил. А когда вы брали деньги, допустим, кредиты, или там одна женщина писала, Андрей Андреевич, я с вами недавно на просторах интернета познакомилась. У меня очень большая ситуация. Я попала в деньги, там у людей взяла, теперь люди требуют у меня. Я их подвела, они взяли у других людей, теперь отдать не могу. Но я ей, естественно, ничего не ответил. Почему? Потому что для того, чтобы спрашивать у меня об этом, нужно было спросить в тот момент, когда она эти деньги одалживала. А так получается, сначала кушаем твои пряники, а потом каждый свои, да? То есть как-то не очень-очень честно это по отношению даже ко мне. Естественно, я бы сказал этому человеку, там, нужно ему занимать или не нужно, там, объяснил бы. Есть же целая система в нашей школе, там называется магия денег. Я когда-то в этой магии денег сказал, что люди, не совершайте ошибки, никогда не занимайте никаких денег. Ни у кого, никогда, ни под какой процент. Не нужно оно вам. Почему? Потому что когда человек занимает деньги у другого человека, то этот человек может заниматься магией, даже сам не понимая этого. Это брать имущество. В свое время один мой знакомый меня с этим познакомил. Он говорит, я занимаю деньги тем людям, но я, говорит, человеку кажется, что я занимаю. На самом деле я покупаю его имущество за эту низкую цену. То есть это было так. Я как сейчас помню, это было в городе Харькове, на улице Пушкинская, по-моему, дом 21. Угловое такое помещение на первом этаже. Владелец Юрий Михайлович там был такой. И Юрий Михайлович обратился с тем, чтобы занять ему денег. После этого попросил, чтобы ему заняли. Приехали люди. И мой знакомый его Борис звали. Говорит, Юрий Михайлович, сколько вы хотите денег под залог этого помещения? Он говорит, я хочу 100 тысяч. Он говорит, зачем вам 100 тысяч? Давайте я вам займу 20. Говорит, мне 20 очень мало. Ну хорошо, давайте 30. Он говорит, ну я еще подумаю. Мы выходим, и он говорит, вот смотри, сейчас он помается здесь, и никто ему не займет. Он все равно к нам придет. Вы представляете, прошла неделя, этот Боря мне говорит, ты представляешь, Юра снова хочет встретиться сегодня. Давай мы зайдем, вновь посмотрим на это помещение. Заходим, он ему под маленькие проценты занимает эти деньги. И говорит мне, ты думаешь, что я ему занял деньги и хочу на этом заработать? Нет, это глупость. Я говорю, а зачем ты это занял? Зачем ты ему эти деньги занял? Он говорит, я купил себе это помещение, здесь в дальнейшем будет жить мой сын. Он говорит, когда я отдавал деньги, я сказал, это помещение мое, я его купил за эти деньги. И после этого этот человек никогда не сможет отдать этот долг. И после этого прошел один год, я с этим Борей разговаривал. Говорю, а как там ситуация с этим помещением? Ну, говорит, Юра мне не выплачивает деньги. Я говорю, почему? Почему? Потому что если бы ему нужны были деньги, ему нужно было просто продать. А таким образом он не умеет зарабатывать деньги. И он хоть продает, хоть не продает, он их все равно потратит. Дело в том, что люди думают, что они умные и они могут своим умом что-то сделать. Это большая глупость. Почему? Человек слишком незначительное, нестабильное и слабое существо для того, чтобы управлять своей жизнью. Что же может помочь человеку управлять? Нужно уповать, верить в Бога, представляете, и ждать его милости, проявляя нежность к тому миру, в котором ты живешь. Вот вам концепция идеальной судьбы человека. А человек говорит, я умею, я смогу, я добьюсь. Все ерунда. По моему мнению, это все ерунда. На самом деле, человек не может управлять Богом. Человек не может именем Иисуса Христа, я заклинаю, теперь мы все станем здоровыми. Ерунда. Вообще, никто не выздоровеет. Почему? Ну, я вновь употребляю слова богов именем Шивы, Бога Кришны и так далее. Естественно, знаете, очень странно получать такие отзывы от людей, которые считают себя верующими. Там, рот закрой, я бы тебе кишки вырвал за то, что ты осмелился сказать Иисус Христос во время семинаров. Ты проклятый демон. Друзья мои, давайте откроем христианские каноны. Ведь Иисус Христос прежде всего проповедовал о том, что человек должен быть добрым, хорошим. Он говорил о том, что человек даже на оскорблении. Вы что, хоть раз видели, чтобы, вернее, читали, хоть раз в этом чтении у вас было такое, что Иисус Христос говорил там, за меня нужно заступаться. Хоть раз это видели? Он сам за себя хоть раз заступился. А те люди, кто рядом с ним, они заступались за него. А что он говорил? Не стоит этого делать. Он говорил, что если по одной щеке ударили, поверни другую, не обращай на это внимания. Не нужно заниматься хулой. Тогда кто эти люди, кто защищает Иисуса Христа? И пишет мне, что кишки намотает на руку. Что это такое? Разве так можно? Если ты говоришь о том, что ты христианин, ну и будь христианином, будь тем христианином, который... Вот у нас есть знакомый, который находится в Египте. Его зовут Эсмат. Он таксист. И этот человек, он очень верующий человек. Вы знаете, добрее человека найти сложно. Добрее человека. Он говорит, я за свою жизнь не своровал. Никогда. Ребенка не обидел. Там никогда, ну говорит, мне можно вот так вот деньги оставить. И вот когда-то украшения потеряли, он это украшение отдал. Вот если он обещает, там в пять часов нас нужно было забирать. Мы ему позвонили. Почему? Мы знаем, что он христианин, коп. И он настолько верующий человек, что он сто процентов приедет, как и обещал. Почему? В их канонах сказано, что ложь является ложью перед Богом. За это карают. И после этого он не соврет, не обманет. Сказал, сделает. Боже, как это приятно. Где эти христиане делись? Я не могу понять. Так много христиан в этой стране и так плохо живется. Откуда вот большое количество ненависти? Что это такое вообще? Разве христиане могут быть злыми людьми? Разве это свойственно вообще было Иисусу Христу? Как можно потом писать? Не смей, ты рот закрой, мы тебя ненавидим. Ты проклятие ищаде ада. Никто никогда не скрывал, что я ищаде ада. Согласен, мать. Вы не догадываетесь, ваша серьезность очень обижает ваших близких. Вашей серьезности не помешало бы на время сойти с ума. Дальше. По поводу того, что человек хочет быть мстительным. По поводу того, что человек хочет быть мстительным. Как бы вы не хотели отомстить человеку, вы все равно не сможете сделать это совершенно. Почему? Я хочу вам сказать. Самая лучшая вендетта происходит за счет времени. Вы должны помнить. Время – самый лучший защитник человека. Я еще скажу даже больше. Время расставляет все на свои места. Если вы человек добрый, если вы человек хороший, если вы человек не лживый, если вы человек не хулящий, как я обычно говорю, то в вашей жизни, в дальнейшем, ваша судьба, ваша внутренняя чистота, ваша искренность какая-то, ваша вера, она приведет вас к тому, что вы будете счастливым человеком. Я когда-то уже говорил или отвечал на эти вопросы, когда люди говорят, Андрей Андреевич, куда мне переехать? В Новосибирск или Новочеркесск или еще куда-то? Друзья мои, не стоит никуда переезжать. Нет смысла двигаться куда-то, если в душе радости никакой. Какая разница, где ты живешь, если в середине тебе радости нет никакой? Смысл какой переезжать куда-то, если ты и радости ни от чего не воспитываешь? Тебе как здесь плохо, так и там будет плохо, как и с кем-то будет плохо, как и самому плохо. Как и, собственно, вообще во всем плохо. Вы понимаете? Почему? Вы представляете, даже на фоне вот тех нескольких минут, сколько у нас уже вебинар проходит? О, уже почти час, 36 минут, 40 минут проходит. Получается, за 40 минут, вы представляете, за 40 минут у многих людей, которые увидят этот вебинар, изменится концептуальное восприятие жизни. За короткое время, представляете, за 40 минут. Вы представляете, человек, который возлагает надежды на Бога, допустим, вас обижают, что-то плохо делают, и человек говорит, мне нужно это все заставить, отобрать, построить, воспитать и так далее. Неправильно. Почему? Верьте в то, что время поставит все на свои места. При этом, каким образом быть воином? Быть воином света – это быть воином, который занимает позицию хвалителя, занимает позицию хвальба и нежность, и любовь. Вы представляете? Но дело в том, что я любовь отставлю немножко, потому что это очень сложное понятие, а вот скажу просто о хвальбе и нежности. То есть более нежно относиться к окружающему миру. И когда я говорю нежное, я не говорю о том, что это нужно гладить деньги и целовать их. Я не говорю о физических проявлениях. Я еще раз хочу сказать. Я говорю о нежных флюидах, которые есть в сердце человека. Вот смотрите, есть, допустим, растения, есть поле. Как использовать это в виде магии? Есть поле, на котором растут растения, и там поле недостаточно хорошо прорастает. Вот как обычно ко мне обращаются люди, там фермеры, говорят, Андрей Андреевич, можете топнуть, плюнуть для того, чтобы хорошо поле росло? Конечно могу. А как вы думаете, что я буду делать? Я становлюсь возле поля, смотрю на это поле и нежно-нежно глажу эти ростки, которые есть. Почему? Они начнут прорастать. Почему? Им не хватает нежности, чтобы они проявили милость. Вот оно что, оказывается, вы представляете? Вот где собака порылась, как говорил Михаил Горбачев. Я только начал слушать. Понятно. Ну, слушайте. Собираю деньги на новое посвящение нужно. Сейчас я с посвящением все расскажу. На одном из своих роликов вы говорили, что программу нужно ставить с утра, когда проснешься. Вы понимаете, в эзотерике есть две особенности. Первая особенность – это старт самолета. Вторая особенность – это полет самолета. Таким образом, в случае, если вы стартуете, то тогда и у вас все очень в жизни плохо. Вам нужно топливо. Этим топливом являются коды, мантры, программы. Вам необходимы заклинания, еще что-то. Но в случае, если вам хорошо и самолет летит, вам необходима философия. В случае, если у вас не запускается, вам необходимо топливо. Вот, допустим, у меня не запускается энергия денег. Что мне необходимо? Мне необходимо топливо для того, чтобы в энергии денег мой самолет хорошо летел. Тогда что я должен делать? Я должен читать мантры, связанные с деньгами. И сделать так, чтобы также относиться к философски каким-то образом. После этого мантры толкнут человека к тому, чтобы у него деньги появились. Обычно это происходит на протяжении одного года. То есть один год читайте мантру Манибхадры или мантру Амитабхи. Помните эти мантры? А скажите, есть среди нас люди, которые читали на протяжении одного года мантру Амитабхи? Намуратна Траяянаму Амитабаята, Тхагатаяр, Хатесам Яксамбудхаята, Дьятоамамамите, Амитопхавэ, Амитасамбхавэ, Амитабитрынте, Амитагамини, Гаганакитикаресарва, Калишакшайямкаресоха. Если люди, которые один год читали, а ведь когда-то на первой ступени я говорил такие слова. Если читать только эту мантру на протяжении одного года, уделяя этому всего лишь 7 минут утром и все, то на протяжении одного года вы найдете тот путь и тот бизнес, который вас будет кормить до самого конца вашей жизни, и вы будете абсолютно счастливыми людьми. Скажите, почему человек это дарит людям и такую мантру легкую дает, прям под запись, и ее никто не прочитал? Таким образом, почему? Потому что человеку, как правило, мешает внутреннее состояние. Это внутреннее состояние, это программа его жизни, в которой он не должен быть счастливым человеком. Там, почему 7 месяцев читал Манибхадра и после этого не читал 12? Потому что есть программа, в которой написано, что Саша не должен быть богатым. Почему? Ну, почему 7 месяцев, а не год? Таким образом, человек, это так работает все, вы представляете? Не нужно делать это ежедневно, но не стоит забывать, что это является частью вашей жизни. Мантра «Везение» — это мантра «Ома хум ваджа гуру падма ситхи хум». Мантра «Чтобы определиться в жизни или в жизненной позиции» — это мантра белого метапхи. Чтобы было очень много денег, можно читать «Видям дыхи махешвари, самастамадхидам дыхи дыхими парами швари». Это тайная магическая мантра, но есть ее санскритская мантра, которую читают в храмах. Но ту, которую я дал, это мантра, которую читают храмовые работники. А ту, которую вы найдете в интернете, она звучит так. «Видям дыхи махешвари, самастамадхиладхи дыхима парами швари». Таким образом, она отличается чем? Она отличается в виде исполнения в храме людьми, которые посвящены в эту мантру, и исполнения не в храме, то, что напечатано в интернете. А вы получаете прямую информацию, как это нужно использовать, так, чтобы это было более эффективно. Согласны с этим? Конечно же, хочется сказать, Андрей Андреевич, если у Бога просить, то тогда Иисуса Христа просить, то тогда все будет. Друзья мои, ну тогда объясните мне, почему люди, которые так очень веруют, которые очень часто ходят в церковь, которые очень живут по заповедям, как они думают, почему у них постоянно, ну не говорю о всех, а у большинства, у этих людей, прямо у большинства, есть проблемы со здоровьем, есть постоянно проблемы с финансами, есть проблемы с детьми. Ну почему так? Получается, это недосконально помогает человеку. Ну можно сказать, зато после смерти я буду потом счастливым. Ну так, а как при жизни жить? А при жизни хоть… А при жизни что делать? При жизни получается страдать и уповать, а после смерти будет рай у тебя, и все. Но с теми концепциями, которые у нас есть в жизни, знаете, в рай, скорее всего, вообще никто не попадет. Знаете, я на это все смотрю, смотрю на комментарии, которые пишутся в интернете, и понимаю, что рая не видеть никому, вы знаете. В этом мире, наверное, людей, которые попадут в рай, нет. Я думаю, что их нет. Ладно, если бы я еще в рай этот верил, знаете. Подскажите, пожалуйста, 4 года сложно выйти на улицу, все сжимаю, теряю равновесие. С чем связано такое нарушение? Чем помочь? Когда у человека появляется ощущение, будто у него кружится голова, это может быть состоянием фобии. Когда не может человек выйти, это состояние социофобии. Когда у человека появляется вот такое ощущение, с чем оно связано? Оно связано с атипичным спазмированием сосудов. Когда сосуды спазмируются, то очень часто человеку хочется либо спать, либо он начинает задыхаться. Почему? Если человек задыхается, то ему чего не хватает? Воздуха. Тогда скажите, эзотерический метод убирания у человека вот таких нервных состояний, что нужно делать? Дышать. Да, нужно выбирать время и дышать активно, стоя, как я когда-то обучал. Конечно же, хочется отметить, на одном из форумов обсуждалось Дуйко, сволочь, он там шут и так далее. Посмотрите, он сказал, что его обучал человек, которого звали Патрул Далкар. А в переводе это имя буквально звучит, как Патрул Екатеринович. Хочу вам сказать, да, действительно, его имя Патрул Далкар и выглядит оно очень смешно. Почему так произошло? В семье Патрула Далкара было много детей. Все дети рождались мертворожденными, обратились к ламе. И после этого каждый ребенок, который рождался, не доживал до возраста 10 лет, 11 лет. Многие рождались мертворожденными. Их называли как угодно. В тибетской традиции очень часто называют детей самыми необычными именами. И считается, что если ребенок умирает при рождении, то ему нужно дать такое имя, которое будет непригодным или неприглядным для духа или ангела смерти, который придет за ребенком. И очень часто, если у ребенка, который родился, были поражения мозга, то обычно называли второго ребенка. То есть считалось, что дух придет, ему мозг нравится, он хочет забрать у этого ребенка мозг. Поэтому забирает, а там появляется поражение. Поэтому были такие дети, которых называли дурная голова. То есть ребенка зачала мать, и когда узнавали, что это мальчик, ему давали имя дурная голова. И после этого рождался ребенок уже с нормальной головой. И у него было вот такое имя. Или если там больные ножки были, называли там конская нога, или называли там свинорыл, или там свинорожек. Как-нибудь вот так. То есть такими совершенно необычными, ругательственными именами. Это было связано с тем, что хотели просто помочь ребенку, а потом его родители уже это имя называли, этим именем называли, он жил до конца своей жизни. Почему? Считалось, что если его назвать по-другому, то этот дух может отобрать у него там что-нибудь. И у Патрула именно такая ситуация произошла. Как ни называли детей, они все равно умирали. И Лама предположил, давайте мы назовем его еще и именем женщины. И таким это было, потому что в Тибете гомосексуализм отсутствовал. То есть в этих странах совершенно не практиковался гомосексуализм. Там о нем никто ничего не знал. Знаете, там, если не знает, то не занимается. Для того, чтобы начали заниматься, нужно обязательно, чтобы кто-то научил. А если никто не учит, то никто догадаться не может. Знаете, ну и область была достаточно закрытая, горная. Никто об этом не догадывался. И после этого таких людей, как правило, и не было. Но если было, там, наверное, очень быстро с ними справлялись. Отправляли монастырь. То есть они всю жизнь подметали там двор монастыря. И уже больше их это не мучило. Таким образом, возможно, дав такое имя, конечно, это сейчас очень смешит. Я могу сказать, что мне не смешно. Я могу сказать, что в этом тоже есть какой-то смысл, такой магический, духовный. В свое время этот человек показал мне, как необходимо дышать, для того, чтобы у человека не было психических заболеваний. А также дыхание, которое может продлить человеку жизнь. Я в свое время по такому дыханию дышал каждый день 7 или 10 минут утром или 7 или 10 минут вечером. Не могу сказать, что результаты были самые необыкновенные. Почему? Психическое состояние нормализовалось, нервное состояние становилось лучше. Ну, естественно, вина всему. Не хочется, лень, да. Хочется покушать, полежать. И это тоже правильно. Такое тоже должно быть. Дальше. Поэтому сегодняшний вывод такой. Не торопитесь воспитывать людей. Помните, лучший воспитатель – это их совесть. Но только при условии вашего тотального нейтралитета. Дело в том, что очень часто человек к вам как-то неправильно отнесся. Нахамил, нагрубил и так далее. Не нужно в этот момент его воспитывать. Отвлекитесь и дайте возможность его совести разобраться с ним. Если вы в этот момент не полезете к нему, то толка от этого будет больше. Почему? Совесть – самый жестокий воспитатель. Совесть – самый жестокий воспитатель. Человек говорит, нет, нет, совесть не помогает. Совесть не помогает, если вы принимаете в этом участие. Я в том, что вы не совесть. Если вы принимаете в этом участие, то знайте, вы не совесть. А если человека оставить наедине со своей совестью, делать вид, как будто ничего не случилось. Это и является элементом воспитания. Тогда это работает. Почему? Это второе качество, заложенное Богом в человеке. Это состояние внутренней совести. Вы знаете, у всех, у всех людей, которые живут на планете Земля, у них у всех этих людей есть совесть. Но просто эта совесть, она может быть раздавлена предварительной концепцией. Какой? Это концепция рода. Она очень часто культивируется в таких массах, а также в определенных эзотерических направлениях. То есть, ради своих пусть все остальные умрут. Или ради своих пусть у остальных будет как угодно. То есть, это такой концептуал, когда говорят, что ради моей общины, ради моих детей, или я сделаю все, что угодно. То есть, все остальные. То есть, ради американских пусть все остальные чувствуют себя плохо. Или ради русских пусть остальные. Ради украинских, а все остальные и так далее. Так, ради иудейских, ради мусульманских и так далее. То есть, или ради моих, а все остальные там, не важно. И поверьте, у этих людей этот концептуал, он очень хорошо работает, потому что этот концептуал позволяет человекам переступить через ограничение совести. Но не нужно быть в этот момент, ну, забывать о том, что она все равно проявляется. У меня есть такие знакомые. Это человек, которым я познакомился много лет назад. Его несколько дней назад в Москве в ресторане застрелили. Он очень знаменитый человек. В свое время он организовал, был одним из покровителей моим на территории Украины. Ну, слава богу, у меня еще есть. И являлся одним из очень знаменитых людей в среде неформальной исполнительной власти. То есть, это тот человек, который объединил спортсменов на территории Харькова и Харьковской области. И в свое время работал там с очень знаменитыми политиками всего мира. Я могу сказать, что в свое время, когда я с ним начал общаться, он говорил, Андрей Андреевич, у меня все нормально. И там у меня и жены, и деньги, и все хорошо. Я буду просто правильными словами говорить его слова. Все в моей жизни хорошо. И он создавал вид такого бесконечно счастливого человека. Спорт, здоровый образ жизни, очень много, не буду его сейчас опорочивать, любимая женщина и так далее. То есть, очень-очень яркая такая жизнь. Множество машин там, очень. Человек жил, как хотел вообще. Наркотики он не употреблял, хотя говорят, что употреблял я не видел ни разу. И могу сказать, что когда-то у нас была встреча, он говорит, Андрей Андреевич, вот мучает меня что-то. Мучает меня что-то. Мы были вместе на рыбалке когда-то за границей. И он говорит, ну вот, что ты все время говоришь об этой радости. Меня что-то такое мучает в середине. Как будто вот что-то грызет меня в середине, как что-то. Я ему говорю, это вас совесть мучает. Он говорит, я в это вообще никогда не верил, это полная ерунда. Напрасно. Напрасно. Почему? Она мучает. Вы можете, если бы народ отвернулся от своих руководителей, не обращал бы на это внимания, то они бы проявили свою милость. Почему? Их бы замучила совесть. Просто люди пытаются сказать, что они и есть совесть. А это не так. А это не так. Вы представляете, до того момента, пока люди борются, совесть не появится. Почему? Люди не есть совесть. А люди являются элементом проявления не милости и не нежности. Тогда милость не будет проявляться в сторону людей. Вы теперь понимаете социальный формат того мира, в котором мы находимся? Скажите, вам глаза открылись вообще, почему так происходит? Удивительно это все, да? Конечно, мне как эзотерику это давно понятно. Естественно, если смотреть о ступени 2013 года, я там очень говорю долго о том, что не стоит критиковать власть, о том, что не стоит занимать чью-то позицию. Я там очень категорично заявляю в этом вебинаре о том, что не нужно что-то делать и с Крымом, и с Донецком, и вообще с Януковичем. Но нужно помнить, это же семинар был в 2013, тогда еще этого всего не было. То есть я же тогда об этом говорил. А еще ранее в 11 семинаре, тот, который был в 2011, на третьей ступени, которая есть в записи, я сказал о том, что нашу Украину преследует война. Почему? Потому что в эпохе Марса, в которой мы прожили, мы проходим 129-летний период, когда красная линия проходит через Украину. Она как раз и проходит со стороны востока в сторону нижней части запада. Я могу сказать, куда она дальше подвигалась. Она, естественно, пойдет сейчас в сторону африканских стран и в дальнейшем выйдет со стороны Азии. То есть это 129-летний цикл. Мы сейчас его перешли, и сейчас переходим в новый цикл, который называется циклом Марса. Это цикл, который будет помогать людям, которые занимаются ремесленничеством. Это такой цикл, который был в советское время с 69-го года, где-то по 75-й, 80-й. То есть это время, когда была оттепель Брежнева, это Хрущева. То есть строились дома, очень ярко, много было очень созидающих элементов. А вспомните, что в это время было такого особенного. Давайте я вам скажу, холодная война была. Тогда была холодная война. Помните? А разве сейчас это не повторяется? Конечно, мы пришли к одному и тому же циклу, и вновь этот цикл проходим. Почему я не занимаюсь астрологией? Мне надоело. Почему? Так одно и то же. Так одно и то же. Неинтересно получается. Одни и те же циклы проходят одинаково. Все предсказуемо, все совершенно понятно. Естественно, можно сказать, что сейчас мы приходим в время, когда дома будут строиться, ремесленники начнут своими ремеслами заниматься. Сколько этот цикл будет проходить? 19 лет. Обычно это 19-летний цикл. Таким образом, я могу сказать, что мы уже вошли с ноября месяца, войдем в эти циклы. И те люди, которые хотят реализоваться очень хорошо в этих циклах, они должны понимать, что самый лучший труд – это производить что-то. Потому что начало Марса заключается в том, что человек начинает что-либо производить. Поэтому, если вы перепродаете – не сильно хорошо. Если там услуги – не сильно хорошо. Производить необходимо. Тот, кто будет производить, в дальнейшем станет очень хорошо строить, производить, создавать. Таким образом, это цикл удивительный для людей, которые связаны с творчеством, строительством. Для людей, которые связаны с ремесленничеством, каким-то мелким или крупным. С формированием мы работаем, созданием заводов, производственных компаний и так далее. Это вот мы в такой цикл перешли. Естественно, что будет в этой стране или в наших странах, естественно, начнется вновь холодная война. Мы сейчас ее видим. Она такая же будет, как в свое время начиналась при Хрущеве. Она же при Хрущеве или раньше началась еще? Наверное, там при Рейгане она началась. То есть, Рейган был при Хрущеве. Все правильно. То есть, это началось при Хрущеве, при Рейгане. Рейган начал говорить о том, что у нас холодная война. Нужно Америке вкладывать деньги в холодную войну. Коммунизм наступает. Он хочет нас поработить, детей наших, посадить за колючие проволоки и так далее. Но мы здесь получали совершенно другую информацию. Знаете, очень интересно читать американские журналы тех лет. Потому что, когда читаешь, так страшно становится за Америку. Потому что читаешь о том, что Россия, коммунисты, эти бедные зомбированные люди, они все делают для того, чтобы уничтожить американскую мечту, съесть американскую еду, забрать американскую медицину и из всех сделать коммунистических рабов. Понятно, отсутствие свободы слова, свободы власти, вернее, свобода вероисповедания и так далее. И самое страшное, это беспринципность коммунизма в виде того, что там забрать у человека веру, институт семьи, возможность обучаться и концлагеря. Конечно, когда это все читаешь, немножечко в шоке. Как это мы в таком мире жили, да? И оказывается, что, видите, палка как бы такая. Мы и там жили, и теперь живем в новой американской системе уже, да, в которой мы сейчас проживаем, там, демократии. Отвлечение – это единственный меч, разряжающий зацикленность нашего сознания. Этот меч приводит человека к творчеству. Ага, очень часто человек говорит, Андрей Андреевич, вот думаю, ничего не могу сделать, не могу никаким образом ни на что переключиться, как мне переключиться, я все время думаю. Никак невозможно переключиться. Вы так и будете все время думать, если вы не начнете отвлекаться. Это единственный меч, который есть у человека. Если вы думаете, и думаете, что при этом перестанете думать, не беспокойтесь, вы будете дальше думать. Почему? Единственное, что должен делать человек, вы знаете, есть напор воды, он разрушает плотину. Как можно остановить это? Никак. Тогда можно ли перенаправить, чтобы плотину не разрывало? Можно. Куда? В любую сторону. Только не на плотину. Согласны? То есть вода все равно будет течь. Эта энергия, она все равно должна куда-то течь. Поэтому если человек доциклен, если он не может ни о чем думать, ему нужно отвлекаться. То есть, ой, я переживаю, зачем же он меня бросил, негодяй. Что теперь будет? Красивая, красивая люстра, на ней пыль. Вон, красивая тряпочка. Там цветочек. Сколько же листочков? Один, два, три, четыре. Вот таким образом пытаться переключаться. И каждый раз, первые разы не будет ничего получаться. То есть, первые разы будет тяжело, но с каждым следующим днем будет легче. В ином случае, первый раз будет тяжело, и второй раз тяжело, и третий, и спустя два года тоже будет тяжело. Пока плотина в виде жизни не разрушит. Сегодня в больнице женщина попросила поддержать ее сына восьмимесячного, пока он сходит в туалет. Я взяла ребенка, подержала и заломила кисти рук и локти, и не уходит эта боль. Взять в руки ничего не могу. Что это с точки зрения эзотерики? Как это объяснить? Есть такое понятие, которое называется «нельзя разрешать использовать себя бесплатно». Это очень хорошее качество такое. Не разрешайте использовать себя бесплатно. Если вы делаете что-то бесплатно, то делайте это бесплатно. Но если вас просят бесплатно, вы бы могли заработать, не делайте этого. Почему? Потом руки болят. Так бы хоть денег заработали, а так и денег не заработали. За это Бог наказывает. Человек не должен делать так, чтобы кто-то свои проблемы переваливал на него, причем безвозмездно. Даже на полчаса. Все это она ушла на полчаса в туалет. Что это такое? Это что она там делала в туалете полчаса? Волосы красила. Ой, как это вы делаете такие зеленые сообщения? Красиво. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Ученица второй ступени и многих семинаров. У меня вопрос, как эзотерически повлиять, чтобы не опаздывать на работу? Я могу рассказать, как эзотерически повлиять, чтобы никогда не опаздывать на работу. Сделайте так, чтобы вы были руководителем этой работы. Это очень удобный метод. Я в своей жизни, у меня была такая ситуация в жизни. Возможно, кто-то не поверит. У меня была работа, я на этой работе получал 120 тысяч долларов в год. Получается, это сколько там получается в месяц? 10 евро. 10 тысяч евро. Сюда входило оплачивание компании мне дома, который находился в Германии. Это двухэтажный дом, там почти 200 квадратных метров было. Автомобиль, ауди какая-то там машина была. Еще и шофера мне там поставили. Еще и бесплатно зубы можно было лечить мне и моим родителям. Бесплатно перелеты на протяжении года на сумму достаточно большой. Вы знаете, у меня было так, что можно было есть в любом ресторане, который где бы ни находился. Я мог привезти эти бумаги и мне эти деньги отдавали. Причем не высчитывая это со стоимости моего дохода. Вот это работа. Сколько я работал на протяжении дня? Одна из особенностей заключается в том, что мне необходимо было каждый день в полдевятого приходить на работу. Это было самое страшное. Вы представляете, и это длилось на протяжении 8 месяцев. После этого я отказался от этого. Почему? Как в анекдоте про попугая. Знаете, зачем мне нужно это последнее перо? И после этого вырвал это перо. Зачем? Я для себя понял, что мне легче спать и не получать такие деньги, чем приходить вовремя на работу и получать эти деньги. Почему? Как эзотерик я живу все время в концептуализации своей идеальной жизни. То есть я стараюсь сделать так, чтобы все, что мне нравится в моей жизни, было для меня идеальным. То есть я не выбирал женщину, потому что мне удобно, у нее есть деньги, автомобиль или еще что-то. Выбирал женщину, потому что она мне нравилась. То есть как это произошло? Нравилось, как она разговаривает, нравилось, как она выглядит, нравилось. Там все, что нужно, нравится. И после этого все мне нравилось. Вот я с ней и начал жить. После этого там квартира, в которой мы начали жить. Мне нравилась эта квартира. Мне нравятся там мои дети. Мне нравится... Если что-то не нравится, то что я делаю? Если это в моих силах, я это изменяю. Если мне работа не нравится, я не работаю. Вот сейчас у меня нет никакого желания принимать людей. Их до Нового года, скорее всего, и в дальнейшем принимать не буду. Почему? А очень много людей, уже больше миллиона человек. И сделать это я не могу. Я буду заниматься сейчас выпуском своих товаров. Там у меня есть сайт, который я должен выпустить в ноябре в потоке.ком. И я буду заниматься сейчас монетизацией сайта, продвижением. И там целым рядом своего бизнеса. Почему? Ну, я в очередной раз покажу, что я независим от людей. На самом деле, почему-то у людей появилось такое понятие, что они думают, что я зависим от них. На самом деле, это не так. Я это делал совершенно бесплатно. Делал это на протяжении 8 лет своей жизни. Делал это совершенно безвозмездно. Дальше этим заниматься не собираюсь. Видимо, мой процесс уже приема закончен. Если кто-то захочет ко мне приезжать на морские курсы, никому не откажу, с каждым пообщаюсь. А так, в целом, мне это совершенно не нужно. Зарабатываю ли я деньги на том, что я принимаю людей. В этом и особенность. Мною можно было бы манипулировать, если бы я в самом начале начал брать за это деньги. А из-за того, что я никогда не брал деньги, манипулировать в этом направлении практически невозможно. Почему? На протяжении месяца я зарабатываю достаточно большую сумму денег. При этом, если разделить мою сумму денег на то время, сколько я принимаю человека, то один час мой приблизительно стоит от 800 до 1000 долларов. Может ли мне человек заплатить эти деньги? Не может. Тогда, когда я его принимаю, я фактически эти деньги теряю. Почему? Если я буду чем-то другим заниматься, то я их заработаю. Таким образом, люди думают, что я могу за счет того, что я их принимаю, им помочь. На самом деле... Ну да, так и есть, но помогая меньшему, помогая меньшему, я не помогаю большему. Получается, я могу помочь социуму, а я вместо этого помогаю буквально по одному человеку. Таким образом, если вы захотите в дальнейшем приходить ко мне встречаться, проводить консультации и так далее, я приглашаю всех ко мне на морские курсы. Приезжайте, я с удовольствием готов со всеми встретиться, поцеловаться, обняться, предсказать вашу судьбу. Кстати, в виде анонса даже могу сказать, что у нас будет морской курс перед Новым годом. Этот морской курс будет посвящен изменению своей жизни или переформатированию своей жизни. Какие мы будем использовать методы? Вот смотрите, в магии такая есть, возможно, идея. Если, допустим, у человека такое большое количество было сказано слов плохих, что его род, я извиняюсь за подробности, становится проклятым. И после этого, что бы ни сказал человек, не будет исполнено. Как это можно определить? Вот вы, наверное, в своей жизни видели, что вот говорите, говорите, и потом, что бы вы ни сказали, происходит полностью наоборот. Что бы вы ни сказали, происходит полностью наоборот. Почему? Дело в том, что это ваша речь и ваш род, он стал проклятым на какое-то время. Есть ли методы, которые могут это изменить? Да, вы представляете, такие методы есть. Какие они? Ну, практика выполняется определенным образом. Человек делает определенный вдох, представляет, будто у него во рту горит свеча. При этом что-то нужно делать со своим сознанием. Вот эти практики, они очень помогают человеку очиститься. И в дальнейшем, что бы человек ни говорил, будет исполняться. И вот такие элементы их человек в жизни своей никогда не сможет сделать. То есть он сам не придумает, если не знает. А также такие практики я их не даю обычно в школе. А очень эффективно отработать с человеком, когда он приедет, я смогу. Поэтому я очень рекомендую вам переформатировать свою жизнь с Нового года. Почему? Чтобы войти в новый этап Нового года с новым абсолютно видением и с новой абсолютно энергией, и с новыми процессами ваших жизненных циклов. И второй вебинар, который я проведу после Нового года, там ближе к марту, тоже он будет проходить в Египте, будет посвящен бизнес-моделированию своей судьбы. Это бизнес-моделирование своей судьбы для тех, кто собирается заниматься бизнесом профессионально. Можно ли закрутить как-то человека и вокруг него энергию денег? Можно. Очень рекомендую. Знаю, как это сделать очень профессионально. Дальше. Социофобия, эзотерические. Как можно справиться? Ежедневно дышите 7 минут утром и 7 минут вечером. По принципу, который есть в моем видеосеминаре, который называется «Первая ступень, выложенная бесплатно 2013 года». Просто активное дыхание. Зацикленность – это как жечь костер в помещении без дымохода. Сосредоточение – это наблюдать за тем, как горит костер на улице. Объясню, что я имею в виду. Когда человек зациклен на своих мыслях, он все время думает об одном и том же или думает о чем-то, что его очень сильно беспокоит. В этот момент происходит разрушение сознания. Также в жизни перестает вести. А что такое сосредоточенность? Необходимо ли она человеку? Необходимо. Когда человек читает мантры, допустим, когда человек читает коды или занимается дыхательными кодами, или заклинания, то в этот момент этот человек сосредотачивается. Когда человек сосредотачивается, он получает мудрость. Очень много людей таких было, которые получили свою мудрость за счет чтения мантр, а также чтения молитв, то, что происходило в монастырях, допустим, Серафим Саровский, какие-то мудрецы, я не помню, как их там имена. Естественно, почему это происходило и почему люди начинали становиться мудрыми? В мудрости человеку помогает сосредоточение. Таким образом, если человек говорит, я сосредоточен на этой проблеме, нужно себе сказать, ты зациклен на этой проблеме или сосредоточен? Человек говорит, а какая разница, сосредоточение на проблеме сделать или выполнить невозможно. Человек может сосредоточиться или отработать у себя сосредоточение только в том случае, если он занимается медитацией. Занимается медитацией, в ходе которой произносит определенные слова. или определенное действие, таким образом он становится сосредоточенным и в дальнейшем мудрым. Кто в чем был сосредоточен? Допустим, Баба Джи в свое время читал мантру «Омпхурпху ва цвахта цавитур». Почему? Это сознание, в котором есть солнце. То есть он говорил о том, что в сознании есть солнце, «савитур» — это солнце. То есть он читал мантру «Омпхурпху ва цвахта цавитур вариням барго де вася де махидею на парчуде». Таким образом он читал «Гая три мантру сосредоточения и мудрости божественные». Кто там был еще? Пайлот Баба, Дарлай-лама, допустим, он читал мантру постоянно, он об этом многократно говорил. «Омпхум вацу гуру падмасит яхум», так начиналось у него утро и заканчивался вечер. Я могу сказать, что если у человека только полную ее часть, Полная часть – это хримахарениса папуруру чхубруми госол, тибетское произношение данной мантры. Таким образом, в случае, если человек читал эту мантру и сосредотачивался, то он обретал мудрость. Зачем я даю заклинания, коды, мантры и так далее? Я обучаю человека сосредоточению. Я пытаюсь объяснить, что сосредоточение – это очень важно. Итак, тема сегодняшней лекции, она была связана, первая, с элементом, при котором человек будет абсолютно счастливым. Таким? Везение. Нам необходимо везение или нет? Вы представляете, человеку, который знает, что такое эзотерика, он, когда говорит о везении, постоянно улыбается. Почему? Вы даже не представляете, как это удобно жить везучему человеку. Такое ощущение, как будто каждый специально для тебя что-то делает. Хочет подвезти тебя, донести для тебя. Ты находишь только самое дешевое. Там для тебя ворота открываются, дождь возле тебя заканчивается. Обязательно тебе билеты на первый ряд. Знаете, ну вот ты настолько привыкаешь. Если мясо, то обязательно кто-то тебе это мясо самое лучшее дает. Тебе везет. Тебе везет. То есть ты все время попадаешь в систему абсолютного везения. То есть если хотят рассчитаться, то с тобой. Если где-то там, если везде вовремя. Как бы ты не опаздывал, везде самолеты для тебя прилетают. У нас с Соней так было. Мы опаздывали на самолет, когда мы приехали, оказалось, что его задержали. Я ей так и говорил. Никуда не торопись, он нас будет ждать. Почему? Мы везучие. Почему везучие? Кто-то понимает, что такое везение. Как его обрести, это везение? А что такое везение? Это и есть милость Бога. Вы представляете? Это и есть милость Бога. Он милостлив к тебе. Почему? Ты проявляешь нежность. Ты проявляешь чувство нежности к этому миру. Как я проявляю? К детям. Я проявляю его к морю, который я вижу. Я проявляю к близким. Вы можете у Сони спросить. Я никого никогда не воспитываю. Когда я на кого-то раздражаюсь, я делаю так. На этом все заканчивается. Почему? Если раздражайся, вовремя нужно сойти с ума, хотя бы на несколько минут. Почему? Очень отпускает. Я обычно так и делаю. Вы понимаете, эти рифы, как я их называю, они настолько плотно вошли в мою жизнь, что уже вот таких элементов, когда нужно кого-то критиковать, очень долго страдать, там как-то беситься, этого нет. Естественно, чем я занимаюсь на протяжении своей жизни? Кто-то может сказаться, что я очень много работаю. Это полная глупость. Почему? Это люди работают, а я получаю от жизни удовольствие. Почему? Это мое творчество, вы представляете, я творческий человек. Я принимаю людей, это как рисовать. Я читаю лекции, это как рисовать. Я занимаюсь рисованием, это как жизнь, знаете. Мне нравятся оттенки, нравится зажечь солнце с левой стороны, с правой стороны и там порисовать что-нибудь красками или еще чем-то. Но можно ли сказать, что так может каждый человек? Эсэсно. Каждый человек, каждый человек так может. С чего нужно начинать? Я сегодня хочу вам еще раз сказать, что нужно делать. Относитесь к миру с нежностью и ко всему, что у вас есть или окружает с нежностью. И второе, обычно человек ничего не хочет делать. Что ему нужно? Ему нужна дополнительная энергия, которая должна включить у него внутренний божественный потенциал и дать ему энергию. Включите эту энергию, начните обожать детей. Как быстро заблокировать у вас вашу энергию? Начните обижаться на своего ребенка. У вас есть дети, да? Вы взрослая мамочка, у вас там сын такой, не такой и так далее. Начните на него обижаться, все. У вас появится лень неминуемо и появляется общий жизненный запор. То есть дальше будет никуда. Не будет ни движения, ни желания, ничего. Будет такой вот абсолютный затор, запор без движения и так далее. Что нужно делать? Чем ломать? Чем ломать? Можно ломать маленькими собачками, маленькими кошечками, маленькими детками, маленькими картинками. Открываете картинки, покупаете буклетики с картинками, где маленькие детки. И начинайте заниматься медитацией или сосредоточением на медитации. Ой, ты мой пупсик, ты моя ласточка. И после этого листаете, смотрите видео. Смотрите видео, так люди смотрят видео детей, им хочется иметь детей, а вы смотрите как магии. Почему? Это ваша энергия. Когда это нужно делать? Вечером насмотрелись, утром энергия появилась. Вот сегодня вы вечером посмотрите, вместо того, чтобы на дискотеке принять 250 граммов водки дешевой, лучше сегодня посмотреть на фотографии красивых деток в телефоне и так далее. Не надо там красивых автомобилей, красивых женщин с вытароченными губами. Раньше были... Это особая история. Какая ты красивая, какая красивая, можно я тебя сфотографирую? Конечно, конечно, сфотографирую. Я понял, сейчас Ганеша, это время Ганеши. Ганеша это слоник с хоботком, понимаете? Почему-то девочки сейчас в инстаграме все пытаются сделать хоботок. Ну, я не знаю, это что-то обозначает, видимо, знаете, такое всегда, причем с буквой О. Я знаю, что в психиатрии есть такое понимание, которое называется там рыбьи губы. Рыбьи губы возникают у человека при длительном применении барбитуратов и опиуматов. Таким образом у него происходит разрушение центральной нервной деятельности. И он, у него все время ощущение вот рыбьего рта, как будто губы вытягиваются. Конечно же, наверное, все-таки социальная культура ночных клубов повлияла все-таки на социум. И сейчас очень популярно женщине делать вот такие губы, как будто она принимает барбитурат или опиумат. Это, знаете, я сначала начал возмущаться, это произошло давно, а потом понял, что это не наркомания, это просто временные такие помутнения у людей. Ну, что, бывает, все в порядке. Сейчас как врач начал говорить. Дальше. Вы проведете новогодний вебинар перед Новым годом? Конечно, я всегда его провожу. Напишите, пожалуйста, мантру на деньги, которую нужно читать. Нищета замучила. Я хочу сказать, что я не возражаю, но вам необходимо вновь, еще раз, с самого начала, пройти мою первую ступень школы Кайлас. Пройдите мою первую ступень школы Кайлас. Я вас прямо убеждаю это сделать. Вы представляете, она бесплатно выложена в интернете. Причем за два года там, если нужно, еще за третий год выложу там какой-нибудь. Начните ее смотреть. Так много я рассказываю о деньгах. Дело в том, что нищета замучила, не значит о том, что вы начнете читать мантру и станете богатым человеком. Почему? Основа философия. Основа философия. То есть человек формирует свое отношение к деньгам в тот момент, когда он с ними коммуницирует. Коммуницирует он, получает радость или получает страдания. Божественная энергия, видя, что человек получает страдания, забирает у него эту энергию. После этого человек не будет иметь денег. Естественно, сейчас вы, ну я понимаю, что у нас у всех разные уровни. Знаете, мне очень удобно разговаривать об этом, сидя в костюме Брионе, знаете, и там хорошо себя чувствуя. Тем не менее, человек, который только приходит, ну я тоже был таким. И у меня тоже когда-то было безденежное, и тоже были долги. Я это прошел. В этом и особенность моей уникальности, понимаете. Я же не говорю, что человек, вот вылез там, выскочка какой-то, знаете, там вложил деньги и занимается эзотерикой. Я как раз тот человек, который за счет эзотерики попробовал и создал для себя. То есть выбрал для себя принципиально путь, в который как бы доказательством этого пути является мое проявление в виде человека успешного. Естественно, я смотрю на там бизнес, лекторов, каких-то коучей, которые как один сейчас начали подхватывать мою теорию. Спасибо моей первой ступени, очень приятно. Я слышу даже свои, мне только свойственные высказывания, конечно, уже подхват пошел. Это очень радует, почему? Потому что я создавал все-таки данные семинары, создавал с целью все-таки распространения. В случае, если человек читает, и там для него это нашло концепции, то он должен понять еще одну вещь. Эта вещь заключается в том, что он обязательно должен быть еще и примером. Вот смотрите, человек, который занимается бизнесом, он должен быть примером того, что у него есть бизнес. Правильно? Как же человек говорит, вот бизнес надо так, бизнес так, и после этого, а какой у тебя бизнес? А никакого, я вот бизнес-лектор. Нет, ну бизнес-лектор. Бизнес-лектор – это как-то не бизнес. И там, я занимаюсь, я занимаюсь, зато мои бизнес-лекции, на этом зарабатываю деньги. Нет, бизнесом заниматься достаточно сложно. Вы, наверное, уже заметили, когда начинаете там заниматься, кажется, это все таким смешным, веселым и так далее. Но много есть вот таких нюансов от выдачи денег до создания там стратегии или там планирования своего бизнеса, о денег вообще, где они там находятся и там, как они там, как выплаты налогов и так далее. Все это требует какого-то и знания, и обучения и так далее. Конечно, когда человек говорит, я с легкостью поднимусь на гору высотой там 3000 метров, я обычно говорю такие слова, не стоит торопиться с выводами. Потому что с легкостью я бы, наверное, наверное, бы не советовал. Так человек, знаете, я даже придумал высказывание. Человек может говорить обо всем, он может знать о всем, он может говорить о том, что он может легко все делать, только до того момента, пока он не начнет чем-то заниматься. Почему я говорю о том, что, вот вы представляете, очень много людей приходят и все говорят, Андрей Андреевич, нету работы, у меня там нужна работа и так далее. А вы представляете, мы для своих детей, нам сейчас на один месяц необходима нянечка и нужна там домработница в квартиру. И мы на протяжении месяца не можем их найти, на протяжении месяца, причем с высокой заработной платой. Почему? Или человек, я могу сказать, какие качества, нервные люди, плохо пахнут, грубые, алкоголь, неухоженные, страшные, черные какие-то, знаете, при этом там хотят денег, знаете, там полторы тысячи долларов. Когда говорят эти суммы, аж глаза выпадают. Говоришь, неужели вы, я говорю, сколько будет стоить там, сколько будет стоить утром отвезти детей в садик, а вечером их из садика забрать и доставить домой. То есть в чем и у меня будете жить, то есть у меня есть выделенная комната, вы будете жить, к детям подходить не будет. То есть ваша задача вечером покушать, мы вас кормим, вы у нас живете, у нас две ванны, одна ваша, там ночью вы спите, вечером там полторы тысячи долларов. А целый день вы свободны, ничего не делайте. Ну я согласна на тысячу, а какое у вас образование? Никакого. А что вы умеете делать? Ничего. А к детям? Нет. А там вы хороший? Нет. А вы здоровая? Нет. Ну ужас какой. И после этого, вы представляете, оказывается, это необходимо, а нет людей, но я уверен, что этих людей миллион могло бы работать, но этих людей нет. Вы представляете, это основа бизнеса, получается, как сейчас, ну вот такой же человек, как я, это же не один человек, а их сколько? Ну их точно есть тысяча человек в большом городе, точно ведь есть. Тогда что же нужно сделать? Как нужно стать бизнесменом? Нужно кадровое агентство по набору нянечек, сделать их досье и после этого спамить эту информацию в социальных сетях. Все, готовый бизнес. С вами приехал такой человек, как я, заключил договор, после этого вы предоставили нянечку, после этого вы получаете деньги, рассчитываете с нянечкой, нянечка работает на вас, вы как ЧПшник платите деньги, проверяете компетентность нянечки, несете ответственность перед тем человеком, который ее нанял. При этом нянечку проверяете, проверяете на судимость, алкоголизм, там может быть наркоманию какую-то, там на воровство, было ли у нее какие-то суициды, там психиатрической больницы и так далее. Все это ваша работа, после этого вы несете ответственность, вот готовый бизнес. Скажите, уже сложно или легко? Ну когда слушаешь это, все легко. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Расскажите про семинар «Доктрина бизнеса», о чем идет речь? Давайте мы прочитаем внимательно то название семинара «Доктрина бизнеса». Как вы думаете, о чем идет речь в «Доктрине бизнеса»? О «Доктрине бизнеса», то есть как заниматься бизнесом, чтобы было и перло, и было. А почему «Доктрина»? Это основные понятия, там эзотерики нет, там основные понятия. Если ты эти понятия заучиваешь, то у тебя нет никаких шансов оставаться бедным. То есть там в «Доктрине бизнеса» позиция человека, который прошел точно такой же путь. Путь от обычного ребенка, у которого ничего не получалось, который не мог там хорошо себя чувствовать и так далее, до пути достаточно богатого человека, который умудрился в жизни создать там, ну в этом году, да, там завод, там второй завод мы открываем. Сейчас там линию косметологии запускаем, при этом такую очень знаменитую, знаменитые технологи на нас работают. При этом я сейчас собираюсь запустить на следующий год там линии по упаковке на территорию Украины, там завод по изготовлению гиалуроновой кислоты на территории Польши и так далее. То есть я этим занимаюсь, я к этому отношусь как бизнесмен. Ну естественно, стану ли я заниматься нянечками там и там собирать нянечек и так далее. Вы представляете, с легкостью могу это сделать прямо с завтрашнего дня. Знаю, кого нанять, знаю, как посадить, какие задачи поставить. И там с завтрашнего дня уже там до конца месяца будет у меня сотня этих нянек, и я найду и клиентов и начну на этом зарабатывать. Понимаете? Почему? Потому что я понимаю, что такое доктрина в бизнесе. Я знаю, как это все устроено. А зная это, я этим делюсь. Это одна из особенностей таких людей, как я. Вот задайте себе вопрос, что будет, если у вас все состоится и будет полностью хорошо? С чем вы будете заниматься? Что вы будете делать? Ничем? Ну так жизнь очень быстро проходит. Я когда-то так жил. Приехал в Египет, и в Египте, лежа в городе Сахал-Хашиш, возле отеля Эль-Андалуз, пролежал один год с ноября по ноябрь на пляже. Каждый день просыпаясь в час дня, после этого кушая в ресторане, после этого с двух часов до четырех я загорал и купался, в четыре ехал я где-нибудь там в русское кафе сидел, с кем-нибудь знакомился, ничем не занимался. И после этого так один год прошел. За один год он так быстро прошел. То есть, когда я спросил, какой сегодня хоть день недели, мне сказали, уже октябрь. Какой октябрь и какое число? Я говорю, надо же, я уже целый год здесь сижу. И за один год время утекло. То есть, это был один из самых нелюбимых годов. Почему? Чем больше времени ты ничем не занимаешься, тем быстрее для тебя время заканчивается. Почему? Дело в том, что наши неприятности, трудности, упорства, желания, движения, работа – это камни, которые задерживают движение реки жизни. А если все убрать, то тогда жизнь заканчивается быстрее. Она просто быстрее начинает течь. А вы же хотите жить подольше или хотите очень быстро прожить? Если очень быстро, то ваша жизнь без проблем – это жизнь, которая пронесется мгновенно. Но когда проблема, она вообще тянется, знаете, как перед стоматологом. И вас должны вызвать. Один час проходит за 10 дней. Или там две минуты у гинеколога – это как столетие. То есть, вот так человек начинает воспринимать свою жизнь. Точно так же у человека, у которого абсолютно все есть и который ни к чему не стремится и достаточно хорошо себя чувствует. Его жизнь начинает проноситься, она начинает пролетать. Он ее не ощущает. Он ее совершенно не ощущает. Так жизнь может пронестись, вы даже ее не заметите. А потом мучает. Это что же я ничего не сделал, а нужно было еще так. Нужно делать. Хочешь, бери. Когда-то моя мама сказала правильные слова. Она сказала, сынок, Бог дал всем людям одинаково. Просто кто-то может склонить голову и поднять, а кто-то голову склонить не хочет даже. Почему? Не хочет. Почему? Голову склонить – это значит подумать. Это значит посмотреть, что у тебя под ногами. Почему? Голову склонить – это обратить внимание, кто ты, что у тебя есть, на каком основании ты находишься. А почему люди не хотят склонить голову? Они верят в какие-то другие задачи. Вот допустим, я когда-то во время своих семинаров говорил, что человек зарабатывает миллион следующим образом. Сначала 200 долларов в месяц, потом 400 долларов, потом 600. Потом выходит на новый уровень – 1000 долларов, 5000 долларов, 10 тысяч. Потом проходит время, 10 превращается в 50, а 50 со временем в 100. И там 100 превращается. Еще человек говорит, нет, я хочу сразу, так, чтобы миллион в месяц. Что мне сделать, чтобы миллион в месяц? Нет, ты не хочешь склонить голову. Тебе нужно посмотреть на свои ноги и сказать, куда идут эти ноги, кого они несут, что эти ноги умеют делать, что ты умеешь делать, что у тебя есть, где твое основание, с чего тебе нужно начинать, кто ты. И вот с этого и начинать. У меня была одна женщина, говорит, я ничего не умею делать, но я обучаюсь, научись делать цветы. Она говорит, как цветы? Научись делать цветы. Вы представляете, вот это искусственные цветы передо мной лежат. Знаете, за сколько мы их купили? Угадайте, кто какие ставки поставит. Да, они стоят, они чуть дороже стоят. Вот эти цветы искусственные, видите, они искусственные. Мы купили себе домой эти искусственные цветы на работу. Там они еще стоят, там купили еще на производство. Купили целую кучу искусственных цветов. И еще хотим купить. Сколько они стоят? Вот такой букет, где-то от 30 до 50 долларов. Скажите, тот, кто их сделал, заработал? А скажите, их очень сложно делать? Давайте я вам скажу. В основе своей это просто обычная материя, там на проволочке, какие-то пластмассочки. Но есть такие красивые, которые стоят 100 долларов за букет. В прошлом году привезли ребята, вот та женщина, о которой я говорю, она привезла букет цветов роз. На длинной палке и красивые такие розы. И на них еще и капельки воды. Я говорю, ой, большое спасибо вам за розы. Она говорит, Андрей Андреевич, поставьте. Мы взяли эти цветы, налили в вазу и поставили. Проходит несколько недель. Вы представляете, я говорю, нужно может воду поменять под этими цветами. Начали их нюхать, они не настоящие. Я говорю, вот это мы попали. Там даже ощущения, что они настоящие не было. Вы представляете, они прям идентичные были. Просто она обмотала их, знаете, мы их в воду поставили. Я говорю, не может быть. Да, они не настоящие. Я говорю, почему воду поставили тогда? То есть это, может ли это быть хорошим бизнесом для человека? Ну почему нет? Нет, ну почему нет, она начала делать. А если вы не умеете делать, вы можете найти того, кто может обучиться делать так. А вы можете быть кем? Тот, кто организует это все. Организатор – самая удобная работа. Проделывая практики, читая коды мантры, можно сидеть на кровати, диване, ногами не касаясь пола. Или обязательно должна быть связь с землей. Можно как угодно. Можно есть, плевать семечки, курить. Можно смотреть кино и читать мантру. Мани под маху, мани под маху. Можно ковыряться где-нибудь. Единственное, что не стоит делать, это заниматься, дотрагиваться до земли ногами. А сидя на унитазе, пожалуйста. А там где нельзя? Нельзя, если едете за рулем. Нельзя, если переходите дорогу. Также не стоит читать денежные мантры утром, если у вас повышенное давление утром. Потому что денежные мантры поднимают давление у человека. Дальше. Когда еще не стоит? Во время чтения мантры и работы с алтарем не стоит пукать. То есть это нехорошо. Это запрещено. И считается, что таким образом человек... Ну, бывает, утро же. Естественно, если вы встали утром и от вас очень плохой запах, я не рекомендую с плохим запахом, если там изо рта, из под мышек, еще откуда-то от человека очень сильно плохо пахнет, то в этот момент не стоит читать мантры, потому что все-таки это связь с Богом. И тем самым человек не очень хорошо проявляет свое отношение. Ну, это как бы больше для человека необходимо. Во всем необходимо уважение, знаете. И поэтому я считаю, что нужно быть более-менее чистым. Я начинаю обычно так. Я моюсь, умываю руки, ноги, купаюсь под душем. Это так начинается утро. Потом выхожу к детям, обнимаюсь, целуюсь с этими детьми. И после этого детей провожаю, один час сижу утром занимаюсь. Что я обычно, вот что я сегодня утром делал. Сегодня утром мы прилетели в 7 утра, мы с детьми сразу же там, с детьми поиграли, с детей отвели в садик, и я ничего не делал. Почему? Если очень хочется отдыхать, то можно ничего не делать, идти отдыхать. Весь мир в труху вместе с мантрами и всем остальным. Если хочется спать, это самая лучшая медитация. Почему? Для настоящего эзотерика медитация – это жизнь. Понимаете? Наша жизнь или моя жизнь – это моя персональная, самая длинная медитация, самая яркая, наверное, медитация. Просто есть люди, которые относятся к жизни как к жизни, а есть люди, которые относятся к жизни как к медитации. Вот для меня жизнь – это общение с Богом, это медитация познания мира, это медитация проявления ощущения счастья, любви, свободы, радости. Ну вот так вот, надежды, веры, любви. Сейчас начнется. Дуйко сказал, каждое утро душ принимать. Ну-ну. Если вам лень душ принимать, идите и спите, все хорошо. Если я утром просыпаюсь и мне хочется спать, я отворачиваюсь на другой бок и сплю дальше. Почему? Нету ничего обязательного, чем сон. Конечно, хочется сказать, Андрей Андреевич, ну у меня там работа и так далее. Ничего не мешает человеку изменить свою жизнь так, чтобы у него была работа, которая ему нравится. Ничего не мешает. Что можно делать? Ой, боже ж ты мой. Вот я открываю программы, вы представляете, программа Adobe Illustrator, Adobe XD, Adobe Link Room, Acrobat Distiller, Adobe Auditon, Adobe After, Adobe там еще какое-то. Это новые программы, там их целая куча, Photoshop и так далее. Вы представляете, для всего этого необходимо обучение. Если человек обучается, сейчас по всем вот этим системам, кто работает, по всем этим системам необходимы специалисты. Научились делать там красочно буклеты и так далее, можете обратиться в полиграфию, предоставить свои услуги. Здесь еще много слов о лене, знаете, о которой я сегодня говорю. А если лень, а если лень, не обижайтесь на детей, рассматривайте картинки с дитями, а также любите детей. В вашей жизни все появится. Самое страшное, что проявляется у человека, почему руки опускаются, это ненависть своих детей. Я ненавижу своих родителей. Как влияет ненависть к детям и ненависть к родителям? Зять с женой своей живут вместе с тещей. И после этого зять ненавидит тещу и заставляет свою жену, чтобы она тоже ненавидела тещу. Может ли это как-то сказаться на эту жену? Да, вы представляете, если мужчина начинает говорить своей жене о том, что теща там сволочь, как говорит моя Аня, какашка, то после этого у женщины теряется способность выглядеть в глазах мужа красивой. То есть если мужчина, если женщина ненавидит свою мать, она становится некрасивой. Если женщина ненавидит своего отца, она становится невезучей в деньгах. Вы жили с мужчиной, после этого он вас бросил, после этого вы его ненавидите. Это начало вашего безденежья. А свекровь можно ненавидеть, все в порядке. Со свекрухой все хорошо. Дело в том, что если женщина любит женщин, она будет всегда казаться мужчинам красивой. Если женщина любит мужчин, она будет всегда успешной в бизнесе. Это основа нашей жизни, вы представляете. Если вы не любите своих детей и мальчиков и девочек, то у вас может произойти ощущение отключения энергии жизненной. И у вас будет просто диван и отсутствие желания что-либо делать. Особенно своих собственных. Ни в коем случае нельзя ненавидеть собственных детей. Иначе вы потеряете энергию внутреннюю. Не делайте этого. Обожайте. Они самые лучшие, даже несмотря на то, что они не лучшие. Они наши, знаете. А каких нужно любить? Сначала своих, а потом чужих, а потом вообще всех подряд. Помогите, пожалуйста, исслиться от пульсирующего шума в ушах. Как можно к вам записаться на консультацию? Никак. Я не принимаю людей. Порвалась перепонка барабанная, начался шум. Для того, чтобы не было шума в барабанной перепонке, нужно ставить по кусочку масла сливочного в ухо. Первый день в одно ухо, а во второй день в другое ухо. Также можно использовать соль и борную кислоту. Не нужно при поломанной барабанной перепонке. Просто ставить в ухо в один вечер в одно ухо, в другое ухо. Рада вас видеть. Спасибо за подарок. Пожалуйста. Увидел, что помещение, в котором я учусь, светится все белым. Сижу там почти весь день. Под конец дня порция настроения. Тяжело находиться. Что можно сделать? Доучиться еще ночью во время сна. На работе начались неприятности. Слушал шумы для привлечения фортуны и обретения счастливой жизни. На работе начались неприятности. Это может быть связано. А сейчас это обвинение. То есть вы слушали шум, а теперь обвиняйте в всех неприятностях то, что вы этот шум слушали. Вспомнил, что нельзя слушать с закрытыми глазами. Есть какая-то практика, чтобы не переживать. Помните, я сегодня это говорил. Но вы же не хотите слышать. Я говорил о том, что нужно отвлекаться. Как не переживать? Вот смотрите, это же вновь одна и та же история. Для того, чтобы не зацикливаться, нужно отвлекаться. Поэтому вам необходимо отвлечься от этого. Ну вот такая, в общем-то, система. Дальше. Доброго времени суток. Каждую свободную минуту спешу посмотреть и послушать. Ой, спасибо. Вы вошли в мою жизнь как родной человек. Спасибо. Большая радость. Очень хорошо, что вы есть. Ой, спасибо. На уровне эзотерики, в чем причина наркомании? Причина наркомании в непонимании. Человек сначала становится злобным. То есть, как это все начинается? Он не ощущает поддержки. То есть, мама, допустим, или там папа говорит, ты должна это, ты должна это, ты должна это. А ребенку необходима поддержка. То есть, он думает, что его начинают воспитывать, не понимая, что это и есть поддержка. То есть, это и есть поддержка, она просто в извращенной форме. То есть, родители думают, что они, ругая своего ребенка, поддерживают его. На самом деле, они его не поддерживают, они его гнобят. То есть, они делают все для того, чтобы у ребенка вызвать состояние сопротивления. То есть, какую позицию они занимают? Очень часто это позиции судьи и подсудимого. Я даже когда-то видел, как в детский дом привели девочку к больным детям. При этом, этого ребенка водила большая папа и мама, нервные такие люди. При этом, это мама и папа. В конце я вышел, платил деньги за это, что я там был, потому что я хотел помочь детскому дому. Кстати, почему я сейчас не помогаю и почему я перестал общаться с теми людьми, которые помогают? Дело в том, что я люблю честность. Если я хочу помочь, я могу поехать в детский дом, поговорить с этими людьми, спросить, нужно им что-то или нет, и после этого помочь. А дело в том, что я работал с такими, не работал, а общался с такими людьми. Они собирают эти деньги и после этого собрали деньги, после этого сделали видео, как они помогли детскому дому. После этого сделали это в Абере или в Ацапе, и там чеки люди присылают. Я сделал на протяжении месяца подсчет этих чеков и приблизительно подсчитал, сколько было потрачено этих денег на то, что было приобретено и передано. Дэбит с кредитом не сходится, знаете. Уже если помогаешь, то не зарабатывай на этом. А так, когда ты зарабатываешь, то это уже не помощь, это зарабатывание от благотворительности. Когда водили девочку эту, родители, они в конце ей сказали, вот мы тебя взяли из вот этого детского дома, потому что ты бы выросла мразью. И ты бы выросла уродливой, без родителей. А всегда будь благодарна нам, потому что мы тебя из этого ужаса достали. Все, они раздавили ребенка. У этого ребенка будущего никакого. Дальше. Вчера ехал в самолете, на улице стояли люди. Стоит мужчина, его просматривает. Он ненавидит женщину и ребенка. Ненавидит. Ненавидит. И мамочка, которая там находится, она грешна в том, что она живет с этим мужчиной. Ей не стоит это делать, хотя она его содержит, она его кормит. Но он только спит с ней. Он плохо работает, плохо зарабатывает. Он ненавидит весь мир. У него психическое заболевание такое. Он в депрессии. Он ее ненавидит. Он совершенно ненавидит этого ребенка. После этого ребенок всего боится. Он маленький, 6 лет, он недоросший такой. Очень похож на свою маму. Она боится, потому что перед ней мужчина двухметрового роста. У нее метр, там, 50. И этот ребенок боится сказать. И она его все время еще, он так его боится. И он пошел в туалет. Она говорит, пойди с папой в туалет. И видно по нему, что он сейчас отписается. И потом говорит, мама, я уже хочу. Она говорит, все, стой уже, в самолете пойдем. И вот он стоит и не может, ему так писать хочется. Вы представляете, в каком ужасном положении оказался этот ребенок? За счет кого? За счет матери. Которая из-за своих каких-то меркантильных интересов разрушает жизнь этого ребенка. Будет ли этот ребенок хорошим? Нет, он ненавидит уже сейчас. У него чистая, искренняя человеческая душа. Но он ненавидит. Почему? Жестокость. Жестокости можно обучить человека? Можно. Того в жестокости обучил мир. Теперь он обучит этих людей жестокости. Почему? Ну, там нежности нет никому. Знаете, там нежности нет. Там есть меркантильные интересы. Там есть где-то желание, может быть, у женщины секс иметь от этого мужчины. У мужчины ничего не делать в жизни. Он устроился, потому что в деревне жить не хочет, а в городе как-то приятнее и так далее. Ну, вот так это все выглядит. Знаете, банальная история типичных сотен тысяч жизней. Знаете, банальная история. У меня была история, когда-то мужчина один говорит мне, ой, я там с ней буду жить и останусь в Киеве. А ты откуда? А я приехал из деревни, там, какой-то там области, Черкасской области. Ну, говорит, у нас там все плохо. Но она тебе нравится? Да нет, ну я хочу остаться, на ней женюсь и там будет у меня прописка Киев. Ой, как это ужасно. Я ему говорю, то, что ты сейчас сказал, это очень жестоко. Это очень жестоко к тебе. Чрезвычайно жестоко к этой женщине. Но она хоть радость какую-то получит, потому что ты с ней спать будешь, она тебе потом сына родит, который будет тебя ненавидеть. А так вообще, ну, это рано или поздно все закончится, скорее всего, если будет все очень хорошо. Но если не закончится, то будет все очень плохо. Почему? Вы разрушите судьбы друг друга, она начнет изменять тебе и принимать алкоголь. В лучшем случае ты начнешь изменять ей, скорее всего, все ниже и ниже падая. Почему? Потому что вы будете жить ради ребенка. Это будет ваша задача. Хотя это будет ложь, потому что она будет жить с тобой, потому что ты ее обманул, а ты будешь жить с ней, потому что тебе это было выгодно. Получишь ли ты что-то? Сможешь ли ты стать богатым человеком? Конечно, нет. Зачем? Нужна тебе квартира. Зачем тебе ее давать, если ты живешь с нелюбимой женщиной? Зачем тебе давать дом, если ты живешь с нелюбимым своим же ребенком? Зачем тебе это? Это ж не честно. Я в том, что правдивость нашей жизни, она тотальна. Есть закон правды, которым управляется, закон божественной правды. Это закон, по которому живет наша душа. Наша душа ее обмануть невозможно. Она живет по закону правды. И она всегда стремится к правде. То есть правда все равно побеждает. То есть человек говорит, да я все равно с ней буду жить, но она мне не нравится, правда победит. Да я все равно, правда победит. Да я чуть-чуть обманул, правда победит. Дело в том, что душа без правды не может. Правда во всем. Поэтому, когда мужчина с женщиной начинают встречаться, если где-то неправда, то оно рано или поздно начинает проявляться в виде нервов, криков, выяснения обстоятельств. То есть мы ради ребенка живем, давайте еще что-нибудь придумайте. Потом такие дети, ради которых жили, вырастают нервные, бешеные. То папа на них срывается, то мама. Потом приходят психологам, помогите нам разорваться, разобраться. Так а что разбираться там? Папа маму не любит, мама с папой живет. Тоже непонятно почему. Почему? Потому что если любишь, то нежность проявляешь. А если не любишь, то хамство проявляешь. И после этого этих людей видно, да пошел ты, а мне пох, а мне нах и так далее. И после этого вот эзотерическое общение жизни, да. Как дела? Спасибо большое за советы. Можно переспросить. И добавить, я забыла. Сколько времени нужно класть масло? Я забыла, добавишь, перепонка заросла, а шум остался. Напишите мне письмо, отвечу. На семинаре личный талисман. Вы говорите, что некоторые талисманы можно выгравировать на мателитической пластине и носить как кулон. Можно ли такой талисман изготовить из холодного фарфора и будет ли он работать? Любые талисманы, изображенные на чем угодно, которые носит человек на своем теле, они идеальны. Самый лучший талисман – это талисман янтарный шарик. Обычный янтарный шарик, который одет просто на цепочку. Ношение янтарного шарика дает в жизнь человеку яркость, а также исчезают люди, которые хотят этого человека обманывать. То есть не будет людей, которые будут вас обманывать. Второе – ношение обсидианта. Если есть у вас человек, который должен вам деньги, начните носить шарик из обсидианта. Рано или поздно этот человек 100% вам деньги вернет. Ничего не нужно делать. Обсидиант – шарик из обсидианта. Как эзотерикой вернуть геторозность, излечить бесплодие? Это очень важно. Вам необходимо приехать ко мне на морской курс и обратиться с этим вопросом. После этого я подключу вас к себе и сделаю ритуал такой. Проведу вот так вот пальчиком, соединю свою энергию четвертой чакры с вашим животиком. Поставлю там программу зачатия вашего ребенка, и 12 месяцев вы будете ходить с такой программой. Ну где-то из 100%, 99% обычно, 98% беременнуют. 98% обычно беременнуют. Я делаю это бесплатно совершенно приезжать. Как убрать ментальные сети? Проходите четвертую ступень. На третьей ступени у нас, да? Проходите третью ступень и убирайте ментальные сети. Я из Кустаная. Всем привет. Ма-ха-ха. Как эзотерически сдать экзамены успешно? Для того, чтобы сдать экзамены успешно, перед началом экзамена встаньте и мысленно ругайте всех очень сильно экзаменаторов, которые будут принимать у вас экзамены. Если вы их будете очень сильно ругать, то сдадите успешно. Как это устроено, не скажу. Кто проходил ступень и знает, что я говорю. Сын играет, ставит ставки на спорт. Может ли он совсем излечиться? Может. Не нужно клинику, не поможет. Этого ребенка нужно ко мне на морской курс привезти. Я поставлю символы. Хотите, я поставлю символы на вас и ваших детей от алкоголизма, табакокурения и всего остального? Давайте я сделаю это на следующем вебинаре. Совершенно бесплатно. Приходите. Возьмите только фотографии детей и все сделаю. Безвозмездно. То есть даром, да. Сейчас будут писать там, не верьте ему, он даром не делает, ваши души забирает. Он потом их перепродает. Ну да, мы потом встречаемся там, я на дудочке играю. Ду-ду-ду-ду-ду-ду. И говорю, почем за эту душу? О, это дряблое, я такое не хочу. Есть чановенькие молодые? Есть, есть. Ага, вот такие вот есть. Конечно, у нас то, что там общение в чатах происходит, конечно, иногда будоражит. Знаете, иногда будоражит. Где эти люди берутся? Вроде все ученики школы. Ну я понимаю, есть ученики школы, это люди, которые проходили первую ступень, но ничего не слышали. Потом такие люди обычно пишут, Андрей Андреевич, надо же, спустя три года я начала проходить первую ступень, я вообще ничего не слышал. Ну да, ты была красивой. Когда женщина красивая, она ничего не слышит, это естественно. Принцип жизни устроен так. Если женщина красивая, то она не слышит. Почему? И кажется, что все на нее смотрят в этот момент. А что слушать? Или смотрите на меня, или я буду слушать. Ну все. Особенность жизни женщины заключается в том, что в большинстве своем женщина всегда несчастна. В середине, понимаете, в большинстве своем. Почему? Это основа жизни женщины. Почему? Она вечный мотиватор. Поэтому успокоившаяся, счастливая женщина, это ужас для мужчины. Почему? Она же не будет его толкать к действиям. Пусть она чем-то будет недовольна. Поэтому я очень рекомендую, если у вас есть бизнес, поставьте ее руководителям. Пусть она выносит мозг всем, кто там. Тогда у вас вопросы домашние будут завершены. Я как опытный специалист в области психологии могу сказать, что это самое лучшее вообще, что может придумать мужчина. У меня так с Соней было. Она ходила беременную. Я говорю, ну когда ты уже станешь руководителем компании? Она говорит, ну я боюсь, я боюсь. Я говорю, у тебя никаких шансов. Почему? Дома должна работать кто-то одна. Вот ты будешь. А ты чем будешь заниматься? Я буду книги писать. А в чем? Об любви. Наверное, важно слушать мантры в гармоничном состоянии, чтобы не навредить себе. Если вы будете слушать мантры, вы навредить себе не сможете. Но дело в том, что мантры имеют еще и музыку. Есть такие мантры, допустим, мантра, я недавно смотрел, мантра Лакшми, там, допустим, Ганеши. Ом гам гана пата е на маха. И она поет. Ом гана пата е на маха. Это что? Господь Ганеша, дай мне хоть еще одну копеечку или убей меня, или как. Ну разве мантра денег может быть такой печальной? Что это такое? Почему вдруг решили, что мантры должны быть такими, такими, прямо, я не знаю, заунывными, тоскливыми, как перед стеной плача, знаете? Это же ужасно. Пусть мантры будут веселые, там, как вновь продолжает собой. И такая же должна быть. Вот мне Гребенчиков нравится с его мантрами. Они как будто марши. Там, ом таре ту таре ту рысо ха. 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 А там слушаешь другие. Он таре, он таре. И такая печальная мелодия. Конечно, мантра тары – это мантра, которая убирает болезни у человека. За счет чего? Зеленый цвет тары убирает влияние грегоров, я когда-то говорил. Таким образом, мантра тары является условно тем, что убирает несчастливую жизнь. Естественно, когда человек читает такую мантру, и он печалится, страдает, печалится, вздыхает, то какая разница какая-то мантра будет, она все равно повлияет на то, что человек расстроится. Лучше слушайте какую-нибудь веселую музыку, хорошую музыку, можно даже танцевальную. Чтобы меньше было ругни. Почему? Потому что ругня настраивает человека на проявление этой ругни в дальнейшем. То есть появляется зло, это зло заставляет человека хулить. Человек, который хулит других людей, сам становится в дальнейшем исчадьем зла, или занимает позицию не Иня, а Яна, и так далее. То есть вот так вот в жизни, в общем-то, все это устроено. Поэтому в случае, если человек хвалит, он занимает позицию Бога, если хулит, занимает позицию другой стороны, таким образом происходит вечная борьба добра и зла. В этом году будет четвертая обновленная ступень? Нет. У нас будет сейчас семинар, он пройдет через одну неделю. Этот семинар будет называться египетская магия. Я буду рассказывать о том, что же обозначают вот эти шапки, кто такой тот, почему символы эти как работают, как сделать так, чтобы, используя вот эту магию, которая существовала в Египте, которая передалась к нам, можем ли мы ею воспользоваться, и как ее использовать так, чтобы было очень эффективно. Рекомендую тем людям, кто уже в теме, тем людям, кто прошел первую, вторую обновленную ступени школы, потому что это настоящий такой магический вклад мой, ну, очень интересный семинар конкретно по магии. Дальше я хотел бы провести еще магия в христианстве, но уже в этом году не успею. Также будет семинар, который пройдет перед Новым годом, это построение программирования нового 2019 года. Да, я его обязательно в этом году проведу, будет интересный семинар. Итак, ясно теперь по поводу мантры. Пожалуйста. Спасибо за Сангай 11 и третья ступень. Невероятно супер. Спасибо огромное. Вы суперучитель. Я вам сейчас расскажу, как идет жизнь у человека, которому везет. В случае, если вы начнете проявлять вот такую нежность, как я говорил, то в начале ничего, никаких ощущений нет. Но вы должны мне сказать, а вы когда пьете алкоголь и выпили первые три рюмки, у вас есть ощущения? Давайте я скажу, обычно нет. То есть, когда сразу киданули туда, то обычно ощущений никаких. Они наступают чуть-чуть позже. Точно так же и здесь. Вы прочитали, вы, допустим, начинаете жить, и оно начинает действовать. Но оно начинает действовать, когда оно войдет в душу, в кровь, в ваше тело, в ваши чувства. И потом оно проявляется так. До смешного тотального везения. До смешного. Как это проявляется? Как я это делаю? Я стараюсь периодически контролировать возможность проявления нежности. Женщине, с которой я живу, к кровати, на которой я сплю, даже к компьютеру, я его не глажу, не целую. Я его просто складываю, понимаю, что у меня есть к нему чувства. Понимаете, это не жизнь бесчувственная. Очень интересно есть Пальенко, да. Вот сейчас меня копирует. Молодец, Саша, так держать. Мне очень нравится, что вы копируете. Просто нужно копировать более детально, тогда это будет еще более видно. Конечно же, могу сказать, у меня нет войны никакой. Пожалуйста, на здоровье. Я знаю, что Дейнека Пальенко копирует сейчас последние семинары, исключительно уже про радость. Раньше это было дарить любовь. Но Дуйко уже сказал, что любовь дарить нельзя. Теперь ее уже не дарят. Понимаете? Я когда-то говорил, Высоцкий был один, он много песен сочинял, его музыка была интересная, она до сих пор всем известна. То же самое и со мной. Я еще их создам, этих семинаров, 4 миллиона, 250 тысяч этих концепций будет у меня. Умру я все равно не раньше 80 лет. И то только при помощи кирпича и ломика. Знаете, поэтому могу сказать, что до этого времени мой род будет все время разговаривать, а наговорить он может очень много всего. Поэтому таких концептуалов особых нет. Магия. Я как занимался, так и буду. Если кому-то не нравится, могу сказать, что нам не по пути. Конечно, если кто-то хочет меня воспитать, могу сказать, что делать это беспысленно. Я уже давно все продал. Кому нужно продать? Знаете, там выхода никакого нет уже. Мне в раю не быть. Знаете, я в раю живу сейчас. Если вы думаете по поводу того, что мне будет, если я буду заниматься тем, что делает Андрей Дуйко, я могу сказать, я этим занимаюсь много лет, больше 20 лет, и мне ничего. Зубы свои здоровые. Гипертонии я не болею. Заболеваний желчного пузыря не имею. Стул у меня стабильный, хороший. Мясо я ем. Сплю я с женой часто, практически ежедневно. Я обычно говорю так. Вот я вчера был в Египте, и мне мужчина говорит, оставайтесь, сегодня будет шоу. Я говорю, зачем мне шоу? У меня жена красивая. Зачем мне шоу? Блин, с красивой женой шоу не нужно. Подскажите, как на рыбалке можно сделать так, чтобы обязательно поймалась рыба? Я уже раньше рассказывал. Необходимо оставить удочку, после этого отойти, где-то постоять. А потом обратно идти, и должно появиться ощущение, как будто вы через нее споткнулись, через эту удочку, и говорите, о, ух ты, удочка нашлась какая-то. А что это? Здесь крючочек. Как будто вы ее первый раз нашли. И после этого одевайте, ловите, и у вас всегда будет много рыбы. Даже если ее нет. Проходите первую ступень, и задавайте вопросы, которые известны. Можно ли нося, нося, женский платок, а, так нося или нося, да? Можно ли нося женский платок на поясе, или водя им перед животом, наработать женскую энергию? А это вы где взяли вообще? Что вы читаете? Как нарабатывается женская энергия? Первое, не верьте, что от Луны. Если женщина начинает представлять, будто там в нее Луна капает, там Луна куда-то входит, и так далее, это делает женщину очень злой и холодной. Энергия Луны – это холод. Мужчина не захочет с вами потом спать. Будет спать с кем угодно, но только не с вами. Дело в том, что не стоит использовать элементы Луны в каких-либо магических практиках, когда это связано с женщиной. Далее, не нужно никогда проращивать на груди цветы. Представлять, будто у вас там из груди, или в середине груди растут цветы, это неправильно. Дальше, по поводу женской энергии, что это такое? Женская энергия – это когда женщина горячая. Каким образом женщина может быть горячей? Наработать женскую энергию проще всего, если женщина по пояс принимает горячую ванну. В этом случае, женщина нарабатывает горячую женскую энергию. Дальше, реализация энергии происходит, если женщина лежит на животе, лицом вниз, руки вытянуты вдоль тела, и ноги расставлены как можно шире. Если ноги расставлены как можно шире, это нужно делать так, чтобы никто не видел, в закрытом помещении, можно под одеялом, какое-то количество времени, это делает женщину красивее. Дальше, сколько человек или женщина вкладывает в свою красоту? Женщина вкладывает в свою красоту время. Поэтому, если женщина расчесывает волосы подолгу, или там долго красит губы, она много вкладывает в свою красоту, тогда красота становится значимой. По поводу лишнего веса. Для того, чтобы лишнего веса не было, существует два принципа. Первый не есть. Ладно, это сутка, конечно. Для того, чтобы человек не поправлялся, человек должен знать, что два эзотерических принципа того, что человек поправляется, звучат следующим образом. Первый, человек гиперответственен. Для того, чтобы не поправляться, человек должен быть безответственным. Второе, человек считает, что он очень важный. И человек должен иметь такое желание, быть неважным. Поэтому, если человек находит в себе возможность не казаться важным, и не нести за всю ответственность, не быть таким ответственным, он автоматически худеет. Также от себя могу добавить, что если выпивать каждый раз перед началом пищи просто один стакан холодной воды, не без льда очищенной, то на протяжении где-то месяцев трех-четырех обычно человек худеет, приходя в норму своего роста и веса. Хочу напомнить, при метр восемьдесят, вес восемьдесят, при метр шестьдесят, вес шестьдесят. То есть, это естественная, стабильная форма. Также существует такой принцип, если взять, допустим, как приготовить воду, за счет которой человек может худеть. Эзотерический принцип, я не буду его объяснять, а просто расскажу, что нужно сделать. Нужно сделать 40, взять трубочки, так, чтобы одна трубочка была более широкой, а вторая более узкой. И последовательно их между собой спаять, чтобы сначала была трубочка с широким объемом, потом с внутренним узким объемом, с широким и узким. Они должны быть с равномерными камерами. То есть, там, два сантиметра узкий объем, два сантиметра широкий. И они должны быть сварены между собой в последовательность так, чтобы всех трубок было 40 штук. Если пить через вот такую трубочку, которая сварена из 40 трубочек, которые в середине разные объемы, то есть, в одной, там, более широкий объем, более узкий. Поняли что-нибудь, что я говорю? Если через нее воду наливать, через такую трубочку, то за счет такой воды, которую вы будете пить, можно вылечить множество заболеваний, снизить кислотность крови, а также убрать ацидоз, который приводит человеку к нарушению обмена веществ. Все, эзотерический метод. Можете запатентировать, продавать, я не возражаю. Можете мне деньги даже за это не давать. Готовый бизнес. На вашем семинаре давно продается семинар программирования 2019 года за 20 долларов. Что это за семинар? Это программирование следующего года. Это семинар, который я буду проводить прямо перед Новым годом. Скажите, какой у вас лучший астрологический шум от негативного влияния планеты? Как долго его нужно слушать? Не нужно сейчас негативно. Сейчас такого вот особенного негатива с ноября месяца на человека не будет идти никакого. Ни кету, ни меру. То есть, ничего такого страшного уже не будет. То есть, для всех людей, которые пережили вот этот 19-летний период Меркурия, в котором мы жили, он уже закончен. Можно на него не обращать никакого совершенно внимания. Мы уже перешли в новый период, 19-летний период влияния Марса. И это совершенно другой период. Марс – это хорошо. То есть, уже войн не будет, кризисов не будет, там смертей будет меньше. В общем-то, это все хорошо. Просто холодная война. То есть, это обязательно возникание какого-то вот затянувшейся холодной войны, где все будут долго обижаться, думать. Но это при этом еще и рост. А также Марс – покровитель людей, которые занимаются творчеством. И что-то создают. То есть, это время делать заводы, пароходы и так далее. Но мы пережили сейчас самый страшный период – это предательство. То есть, Меркурий, последние его несколько лет, это были времена предательства. Когда Меркурий был в Луне, так распались очень значимые семьи. То есть, люди, которые прожили там по 40 лет совместной жизни, они порасходились. Почему? Предательство. Вы представляете, Меркурий, когда в Луне находятся, друзья предают друг друга. Это мы увидели в политике, это мы увидели в том, что происходило у нас в наших странах. Вы представляете, то есть, произошло предательство, произошло предательство людей. Люди начинали предавать друг друга. Очень много кидалово в это время было. Почему? Ну, когда кидают, это же предательство. То есть, человеку любят на слово, вернее, доверяют на слово, там, так далее, после этого предательства. Сейчас это все закончилось, сейчас новый период. Это период рождения очень хороших детей. Сейчас дети, которые будут рождаться, они будут иметь очень хорошую, такую созидающую энергию. Это дети, которые, когда им будет там 17, 18, 19, там, вот можно даже сейчас сказать, что, вот, допустим, сейчас у нас 2018 год, до 2036 года будет расцвет. Какой расцвет? Очень много будут там города более яркие будут, много домов будет построено. Хорошие очень дети сейчас рождаются. Сейчас как раз период начала Марса, это период рождения гениальных, творческих таких детей. Хороший очень период. Если у вас есть возможность сейчас рожать, смело рожайте. Дети будут хорошие. У меня вопрос по поводу карт. Они уже есть? Нет, пока нет. Сколько раз переливать воду в трубочках? Одного раза достаточно. Все, я желаю вам успеха. С вами был Андрей Дуйко. Я надеюсь, вам понравился этот вебинар. Ну, вот и хорошо. Все, желаю вам успеха. До свидания. Пожарю вас посещать морские курсы, которые будут проходить в Египте в этом году. Также следить за информацией, которая будет выкладываться. Во вторник я обязательно проведу вебинар по здоровью бесплатный, где отвечу на все вопросы, которые сегодня не успел озвучить. Вы можете участвовать. Я с удовольствием готов на все вопросы ответить. С вами был Андрей Дуйко. До свидания. Как выключать... Продолжение следует...